После долгого перерыва Денис получил письмо от Мишо. «Денис, дорогая, я тебе писал отсюда два раза, но боюсь, что письма не дошли. Один раз сожгли грузовик с почтой, другой я послал с Аказии, ехал один товарищ, серб. Говорят, будто его схватили в сербере. А время у нас было горячее. Где уж тут письма писать?» «Сейчас мы отдыхаем в десяти километрах от фронта. Утром привезли воду, мы помылись и наслаждаемся. Только с табаком беда, иногда ночью с ума сходишь, так курить хочется. Если можно, пришли. Это всем нашим. Вчера мы опять отбили атаку фашистов, восемнадцатая по счету. С тех пор, как мы перешли Эбро, они не унимаются. Понятно, боятся за свои коммуникации. Когда-нибудь я тебе расскажу, как мы переправлялись. Река очень быстрая, повсюду водовороты. Я таких рек у нас не видел. Шли ночью. Испанцы молодцы. Не сравнить с тем, что мы застали, когда приехали. Тогда тоже были хорошие ребята, но ничего не умели. На обед уходили с позиций, беспорядок был невообразимый, всюду торчали предатели. Теперь настоящая армия. А дух остался прежний. Когда мы брали флис, затянули интернационал, они подхватили по-испански. Это все крестьянская молодежь. Чего только фашисты не пробовали, чтобы выбить нас. Летчики-немцы. Они Эбро всю рыбу перебили. Я недавно там был. Плавает сонная рыба. Но понтанеры, как на подбор, работают под бомбами. А мы семь недель защищали высоту 544. Каждый день прилетали их бомбардировщики. Мы их зовем индюшками. Скидывали тонны бомб. Потом артиллерия. Вчера они решили, что у нас никого в живых не осталось. На самом деле за вчерашний день мы потеряли только четверых. Жаль Карпино. Замечательный был парень, монтер из Тулуза, весельчак. Мы как-то вечеринку устроили для испанского населения. Он показывал, как певица исполнять арию Лакме. Все обхохотались. Храбрый был, когда ходил в разведку, привел трех итальянцев. Атаку они повели к концу дня, солнце уже садилось. Пейзаж здесь особенный. Похоже, как изображает луну с кратерами. Не дерется. Землю наизнанку вывернули. Перед атакой два часа ураганный огонь. Интересно, сколько у них там батарей? Мы им дали подойти на сто метров, потом из пулеметов. Откатились еще как. Ранили при этом бельгийца пелетье. Я его перевязываю, а он кричит, отбили. Вот здорово! Видишь, настроение у нас неплохое. Хотя все, конечно, отчаянно устали. Потом, как я тебе сказал, нет курева. Но это не важно. Главное, держимся. Они поэтому не пошли на Валенсию. Силы у них большие. Авиация против одного нашего десять. Мы на себе чувствуем, что такое невмешательство. Блюма и Виара наши часто поминают, даже ругаются. Эх ты, Виар! Пехоты у них тоже много. И пехота хорошая. Не только макаронщики, как на Гвадавахаре, но марокканцы и наварские части. Но все-таки я думаю, что мы удержимся. Вот только последнее время наши приуныли. Это из-за вас. Страшно взять в руки газету. Опять какая-нибудь капитуляция. Испанцы на нас высока поглядывают. Что же вы за народ? И по-своему они правы. Но теперь, я думаю, все изменится. Дальше и отступать некуда. Сегодня по радио передали о частичной мобилизации. Наши приободрились. Придется и радикалам признать, что мы здесь сражаемся за Францию. Письмо доставит хороший товарищ. Ты его пригрей. Это человек без семьи и без родины. Он тебе расскажет о нашей жизни, о военных операциях. А чего не скажет, пойми сама. Поняла, о чем говорю. Все помню и часто вижу, как ты смотрела. Тогда туман был. Одним словом, понятно. Я даже не думал, что это может быть так сильно. А высказать трудно, особенно в письме. Гомс Пума После долгого перерыва Денис получила письмо от Мишо. Денис, дорогая. Я тебе писал отсюда два раза, но боюсь, что письма не дошли. Один раз сожгли грузовик с почтой. Другой я послал с Аказии, ехал один товарищ, серб. Говорят, будто его схватили в сербере. А время у нас было горячее. Где уж тут письма писать. Сейчас мы отдыхаем в десяти километрах от фронта. Утром привезли воду. Мы помылись и наслаждаемся. Только с табаком беда. Иногда ночью с ума сходишь. Так курить хочется. Если можно, пришли. Это всем нашим. Вчера мы опять отбили атаку фашистов, восемнадцатая по счету. С тех пор, как мы перешли Эбро, они не унимаются. Понятно, боятся за свои коммуникации. Когда-нибудь я тебе расскажу, как мы переправлялись. Река очень быстрая, повсюду водовороты. Я таких рек у нас не видел. Шли ночью. Испанцы молодцы. Не сравнить с тем, что мы застали, когда приехали. Тогда тоже были хорошие ребята, но ничего не умели. На обед уходили с позицией. Беспорядок был невообразимый. Всюду торчали предатели. Теперь настоящая армия. А дух остался прежний. Когда мы брали флис, затянули интернационал, они подхватили по-испански. Это все крестьянская молодежь. Чего только фашисты не пробовали, чтобы выбить нас. Летчики немцы. Они в Эбро всю рыбу перебили. Я недавно там был. Плавает сонная рыба. Но понтанеры, как на подбор, работают под бомбами. А мы семь недель защищали высоту 544. Каждый день прилетали их бомбардировщики. Мы их зовем индюшками. Скидывали тонны бомб. Потом артиллерия. Вчера они решили, что у нас никого в живых не осталось. На самом деле, за вчерашний день мы потеряли только четверых. Жаль Карпино. Замечательный был парень, монтер из Тулуза, весельчак. Мы как-то вечеринку устроили для испанского населения. Он показывал, как певица исполняет арию Лакме. Все обхохотались. Храбрый был, когда ходил в разведку, привел трех итальянцев. Атаку они повели к концу дня. Солнце уже садилось. Пейзаж здесь особенный. Похоже, как изображает луну с кратерами. Не дерется. Землю наизнанку вывернули. Перед атакой два часа ураганный огонь. Интересно, сколько у них там батарей? Мы им дали подойти на сто метров. Потом из пулеметов. Откатились еще как. Ранили при этом бельгийца Пелетье. Я его перевязываю, а он кричит, отбили. Вот здорово! Видишь, настроение у нас неплохое. Хотя все, конечно, отчаянно устали. Потом, как я тебе сказал, нет курева. Но это не важно. Главное, держимся. Они поэтому не пошли на Валенсию. Силы у них большие. Авиация против одного нашего десять. Мы на себе чувствуем, что такое невмешательство. Блюма и Виара наши часто поминают, даже ругаются. Эх ты, Виар! Пехоты у них тоже много. И пехота хорошая. Не только макаронщики, как на Гвадавахаре, но марокканцы и наварские части. Но все-таки я думаю, что мы удержимся. Вот только последнее время наши приуныли. Это из-за вас. Страшно взять в руки газету, опять какая-нибудь капитуляция. Испанцы на нас высока поглядывают. Что же вы за народ? И по-своему они правы. Но теперь, я думаю, все изменится. Дальше и отступать некуда. Сегодня по радио передали о частичной мобилизации. Наши приободрились. Придется и радикалам признать, что мы здесь сражаемся за Францию. Письмо доставит хороший товарищ. Ты его пригрей. Это человек без семьи и без родины. Он тебе расскажет о нашей жизни, о военных операциях. А чего не скажет, пойми сама. Поняла, о чем говорю. Все помню и часто вижу, как ты смотрела. Тогда туман был. Одним словом, понятно. Я даже не думал, что это может быть так сильно. А высказать трудно, особенно в письме. Остается только сказать, что верю в нашу близкую встречу и крепко-крепко целую. Люк Мишо. Денис ответила в тот же вечер. Париж, 4 октября. Дорогой Мишо. Как я обрадовалась твоему письму. Не скрой, все это время я очень волновалась за тебя. Поддерживала меня какая-то смутная вера в твою счастливую звезду, в твою и в мою. Товарищ, который привез письмо, много мне рассказал о тебе. Он сразу понял, для чего мне важна каждая мелочь. Он симпатичный и смелый. Скажу прямо, Мишо, я тебе завидую. Какое это счастье бороться, прямо, открыто. Каждый час рискую своей жизнью, быть окруженным честными, храбрыми людьми, чувствовать на себе всю теплоту их дружбы. Здесь часто говорят, что судьба Испании предрешена, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Это неправда. Пока хоть один человек держит винтовку, ничего еще не предрешено и не потеряно. Мне трудно тебе писать о здешних событиях. Мы задыхаемся среди низости, трусости, лжи. Накануне Мюнхенского соглашения наши верили в отпор. В Париже была забастовка строительных рабочих. Ее прекратили за четыре дня до Мюнхена. Таков был патриотизм рабочих. А все оказалось шахматным ходом до Ладье, моего отца и всей компании. Если бы ты видел, как они запугивали население и организовывали панику. За два дня все переменилось. Теперь, если они и захотят воевать, ничего не выйдет. Они радуются, что распался Народный фронт, на самом деле распалась Франция. Идет ликование, празднует победу, устраивает балы и даже триумфальные шествия. Я вчера видел на больших бульварах немецкие флаги со свастикой. Отвратительно! Фланден отправил Гитлеру поздравительную телеграмму. Прочитав твое письмо, вспомнила смешную подробность. Ты пишешь о товарища, который имитировал Лакме. Наш инженер мне рассказал, что он был в операкомик на Лакме. Там певица вставил аварию от себя тяну. О, как я хочу поцеловать Чендерлена! И ей устроили овацию. Ты чувствуешь, сколько подлости и глупостей! Рабочие обозлены. Влияние партии за неделю выросло. Сегодня на нашем заводе было собрание. Решили отказаться от сверхурочных. Предложение нашей ячейки. В стране достаточно безработных. Поскольку наш завод военный, мы до последнего времени не протестовали. Но теперь ясно, что речь идет не о защите Франции. В правых газетах появились статьи об Украине, даже карты. Я не удивлюсь, узнав, что они готовятся вместе с немцами к походу на Советский Союз. Здесь-то все пацифисты сразу станут лояками. В связи с этим начались гонения на партию. Ходят слухи, что мой отец стоит за запрещение. Мы к этому готовы. Имеется костяк, который сможет продолжать работу в подполье. Наконец, последняя низость. Легре мне вчера сказал, что они хотят объявить бойцов интернациональных бригад дезертирами, придравшись к тому, что вы не явились на мобилизационные пункты. Это предел цинизма, дезертиры, которые обвиняют бойцов в два года сражающихся на фронте в дезертирстве. Что тебе сказать о моей жизни? Работаю по-прежнему на гноме. Откровенно говоря, живу только партийной работой, все остальное от меня отскакивает. Я как-то разговаривал с одним инженером, культурный человек, левый, где-то между анархистами и Блюмом. Он мне заявил, вы слепая. Вам нужно было родиться в эпоху Инквизиции, когда фанатизм был ко двору. Все это вздор. Но я действительно жалею, что потеряла столько лет, изучая старую архитектуру. Не потому, что это не нужно. Конечно, нужно. Я знаю, что прекрасные вещи долговечнее той или иной политической ситуации. Я ведь не слепая. Но меня это не занимает. Все должно решиться в бою с фашизмом. Лет на сто. Судьба не только наша личная, нашей цивилизации. По сравнению с этим, другое бледнеет, отходит на задний план. Письмо вышло сухим и отвыкло от других слов. У тебя война живое, а мы роем, роем, как кроты. Теперь о нашем. Дорогой мой Мишо, не думай, что я чего-то не поняла. Я тебя жду каждый день. Иногда мне кажется, что ты приехал. Сейчас придешь, засуетишься, крикнешь, и еще как. Я всегда с тобой. Даже когда думай о другом, это во мне. Я не хочу об этом писать, чтобы не расстроиться. Пойми без слов. Твоя Денис. Всего месяц прошел с того дня, когда Тессах, отвечая на приветствие толпы, прижимал к груди розы. Но он забыл об этих прекрасных минутах. Каждый день приносил ему новые волнения. Страна узнала горечь похмелья. Ярко освещенные улицы никого больше не радовали. Люди быстро забыли о сентябрьской тревоге. А мобилизация влетела в копейку. Надо было расплачиваться. Что ни день правительство вводило новые налоги. Объявили чуть ли не о повышении цен на хлеб. Проезд в автобусе стал роскошью. Начались забастовки. Предприниматели требовали крутых мер. Газеты продолжали писать о благоденстве, но никто им больше не верил. В землячествах Бреттейля лихорадочно готовились к мятежу. Обри говорил, к Новому году наведем порядок. Да ладья истерически вопила своей железной воле. Стал подозрительным. Казалось, правительство доживает последние часы. И Тесса судорожно метался по кулуарам парламента. Тесса не верил в мятеж фашистов. Он не боялся и забастовок. Уличные беспорядки для него были только аккомпанементом парламентских премий. Тесса опасался другого. Вдруг палата откажет правительству в доверии? Сколько раз он говорил до ладья. Осторожно. Не ставь вопроса о доверии. Кто их знает? Виар как-то сказал. Разве мы знаем, что думает страна? Тесса в ответ замахал руками. Хуже. Я не знаю, что думают депутаты. Видя шаткость правительства, Бретель теперь разговаривал с Тесса, как с подчиненным. Требовал. Распустите коммунистическую партию. От таких советов Тесса бросало в холод. Шутка ли сказать «распустить политическую партию»? Начнется крик. Социалисты, конечно, в душе обрадуются, но найдутся и среди них десятка-два беспокойных. Эти увлекут левых радикалов. Тесса окажется в руках Бретеля. А кто поручится, что Бретель не скажет «Тесса поработал», пусть он уступит место Лавалю. За спиной Бретеля сновал красавец Грандель. Он окреп. Говорили, что он спас Францию в сентябре от катастрофы. Жены запасных города Лафлеш поднесли ему письменный прибор. На пресс-папье был мраморный голубь с масличной ветвью. Грандель произносил боевые речи. На одном собрании он заявил «Пора очистить Францию от коммунистов и от прислужников интернациональной плутократии, от всех Тесса». Как жалел Тесса, что выпустил из рук злополучную бумажку. Будь у него это письмо, он уничтожил бы Гранделя, а заодно унял бы Бретеля. Но кто его подвел? Люсьен. И, вспоминая об этом, Тесса выходил из себя. Близкие его предали. Денис науськивает на отца рабочих, а Люсьен работает с Гранделем. Повсюду у Тесса оказались враги. Неприязнь Бретеля естественна. Он представитель оппозиции. Это соответствует правилам парламентской игры. Но и в радикальной фракции раздаются голоса против Тесса. Во главе банды все тот же Нинстовой фуже. Тесса возмущался. Надо уметь жить и не мешать другим. Он никогда не интриговал против фуже. У них разные избирательные округа, разные профессии, разные интересы. Фуже — начетчик, а Тесса — живой человек. И вот фуже осмелился усомниться в патриотических чувствах Тесса. На собрании фракции он сказал «Тесса защищает Мюнхен». Это его право. Однако почему он покрыл немецкого агента Гранделя и уничтожил документ, который я ему передал? Тесса в ответ произнес горячую, но туманную речь. Намекал на высшие интересы Франции, на дипломатическую тайну. Ему аплодировали. Все же некоторые депутаты поверили фуже. Поползла сплетня о тайной связи Тесса с Гранделем. Тесса негодовал, но вопрос о документе обходил молчанием. Как он мог объяснить историю, в которой замешан Люсьен? А Фуже не унимался. Даладье предложил распустить парламент и назначить новые выборы. Депутаты всполошились. Тесса понимал, что это глупая затея. Усилятся коммунисты и правые. Радикалы потеряют по меньшей мере 50 мест. Своими руками вырыть себе могилу. Потом палата не пойдет на это. Самоубийство никого не прельщает. Здесь все объединятся против правительства. Левые и правые. Кто не дорожит своим местом? Даладье говорит, что выборы в 40-м году будут катастрофой. Конечно. Но до выборов далеко. Хуже, что депутаты начинают юлить, бояться избирателей. То они против новых налогов, то не хотят раздражать рабочих. Что же тут делать? Тесса долго думал и придумал. Надо продлить полномочия палаты на два года. Все клюнут на эту удочку, каждому лестно просидеть два лишних года в Бурбонском дворце. Такая мера может обеспечить кабинету твердое большинство на год. А дальше и заглядывать глупо, кто знает, что будет через год. Вот только бы зажать рот в фуже. Тесса рассчитывал на съезд радикальной партии. Там он обуздает строптивых. Он энергично готовился к съезду. Написал речь, вдохновенную и хитрую, цитатами из Плутарха и Гамбетты, со ссылками на дефекты отечественной авиапромышленности и с патетическими воспоминаниями о героях Марны. Не брезгал ты сай черной работой. Инструктировал провинциальные комитеты, оплачивал дорожные сборы подходящих делегатов, сулил синекуры, ордена. Амали ему говорила, на тебя страшно глядеть, разве можно столько работать? Он кротко отвечал, что ты хочешь, мамочка. Дети нас бросили, у меня осталась только Франция. За последний год Амали сильно исхудала, не могла есть, плохо спала. Она стала крошкой, седым ребенком. Тесса отворачивался, жалел жену. Готовясь к своему выступлению и выписывая цитату из Иеремии, Тесса напал на историю Иова. Он прочитал две страницы, и ему показалось, что это написано о нем. Он все потерял, как Иов. Его дом стал домом раздора. Дети ушли, а Мали смертельно больна. И все на него клевещут. Никто не понимает, что он одинок, несчастен. У Иова был Бог, Тесса просвященный человек. Он не хочет, как Амали, жить с виверным страхом. Нет у него и надежды на загробную награду. Что же его поддерживает? Он задумался и ответил себе. Гордость, сознание человеческого достоинства. Готовился к съезду и фуже. Он не хотел выступать в палате против правительства, состоявшего из его партийных товарищей. Он был предан партии. Верил, что радикалы — духовные дети якобинцами, что Тесса случайно затесался среди них. На съезд соберутся лучшие люди партии, трудолюбивые и честные провинциалы, готовые умереть, чтобы отстоять республику. Там-то фуже раскроет измену Гранделя, заклеймит двуличие Тесса, потребует, чтобы Долодье вдохновлялся не принцем Конде, но Робеспьером. Фуже твердо верил, что слово «свобода», произнесенное с трибуны, способно вызвать бурю и опрокинуть правительство. Либо радикалы, порвал с позорной политикой капитуляции, поведут Францию к победе, либо их сметет всеобщее негодование. Когда его спрашивали, как он себе представляет этот взрыв народных чувств, он, не колеблясь, отвечал «Баррикады, мой друг, баррикады!» Съезд был назначен в Марселе. Накануне отъездов уже был на заседании общества изучения революции. Он вернулся потрясенный. Дантонисты, отрицая подлинность ряда документов, продолжает обвинять Робеспьера в подстроенном процессе. Уже не вытерпев, обозвал почтенного историка приспособленцем и, приехав домой, загрохотал вперед ней. «Нет, ты представь себе эту слепоту!» Жена, выслушав целый доклад о безнравственности Дантона, печально сказала, «У меня голова занята другим». Он добродушно усмехнулся. «Наверное, Моль съела гордины». Он знал, что толстуха Марии Луиз озабочена одним уютом и чистотой дома. Но она сердито ответила, «Ты живешь на небе, а я должна все расхлебывать». Луиз спутался с какой-то девушкой. Она дочка чиновника, католическая семья. Она решила сделать аборт и требует денег, грозит ему, что скажет родителям. Фуже возмущенно закричал, «Я против, решительно против. Это низость. Пусть женится или живет в свободном браке. Все, что угодно, только не это». Но он не хочет жениться. Он говорит, что не любит ее, что все это случайно. Из соседней комнаты прибежал Луи, прыщавый юноша в голубой куртке, и фальцетом подхватил, «Я ее ненавижу!» «Святоша и стерва, а отец у нее католик, страшный скандалист. Где же твоя терпимость?» Фуже был непримирим. Он повторял одно «Я против». Он продолжал это выкрикивать в пустой комнате, не заметил, что Мария Луиз и сын давно ушли. Наконец, отдышавшись, он сел за работу. Хотел еще раз просмотреть тезисы своего марсельского выступления. Мария Луиз осторожно вошла, поглядела на мужа, увлеченного работой, и робко попросила «Две тысячи!» «Это не Луе мне!» «Я выбрала дешевый мех!» Уже растерянно забармотал. «Что же ты не сказала раньше?» «Я дал три тысячи на чешских беженцев. Придется подождать до двадцатого». Мария Луиз была бережлива. Она умела переделывать старые платья, покупала носки мужа на распродажах, обегала десяток магазинов, разыскивая дешевые скатерти или стулья. Никогда она не упрекала мужа за то, что он дает ей мало денег. Но сейчас она вышла из себя. Ее рассердило упрямство мужа. Пришлось выдумать эту историю с меховым манто, чтобы достать две тысячи для Луи. И Мария Луиз закричала, «Разве я часто у тебя прошу? Почему ты не займешься делом, если тебе нужно содержать каких-то беженцев? Все мне говорят, вы жена депутата, у вас много денег, а я работаю как поденщица. Другие депутаты прекрасно зарабатывают. Много ты получаешь за твоего Робеспьера?» Уже обезумев, затопал ногами, «Молчи! Ты понимаешь, на что ты меня толкаешь? Я не теса! Я лучше пойду мыть окна!» Мария Луиз махнула рукой и ушла. Сыну она сказала, что завтра заложит серебро. Это было ее преданное. Она с ним впервые расставалась. И, сидя на кухне, она перебирала сахарницы, молочники, щипчики, ложки, гладила их. Аф уже до утра шагал по кабинету. Он обвинял всех, распущенного Луи, Тесса, историка, клеветавшего неподкупного Максимилиана, и себя. Нужно жить проще, строже, чище. Потом, плеснув на лицо немного водицы и расчесав склокоченную бороду, он поехал на вокзал. Тесса должен был уехать в то же утро. Но до воде собрал совет министров. Банки высказались против законопроекта «Маршандо». Во время заседания Тесса тоскливо зевал и подсчитывал, сколько мандатов может оказаться у сторонников уже. Когда заседание кончилось, он поехал домой за вещами. Его поджидал незнакомый человек. «У меня нет времени», — крикнул Тесса. «Я у вас отниму, господин министр, ровно пять минут. Это по крайне важному делу. Тесса не хотел слушать. Он думал, что перед ним обиженный чиновник. Тогда, господин министр, разрешите вас побеспокоить в Марселе». Узнав, что перед ним делегат и что дело касается съезда, Тесса сразу переменился. Стал любезен. Провел посетителя в кабинет. Тот вынул мандат, представился. Вайс — делегат кальмарской группы департамента Верхнего Рейна. Вайс был приятным блондином с трогательными голубыми глазами, с локонами. Выглядел он провинциалом, стоячий воротничок, брюки в полоску, на жилете золотая цепочка. Говорил с альзасским акцентом. «Радикалы кальмара всегда были противниками Народного фронта, и мы считаем вас, господин министр, истинным вождем нашей партии. Мы возмутились, узнав, что Фуже намеревается выступить на съезде. Но Фуже — старый член партии, он вправе защищать свою точку зрения. Как бы ошибочна она ни была. Радикалы кальмара полагают, что Фуже — скрытый коммунист и работает по указке Москвы. Чрезмерными нападками на церковь он способствует отторжению альзаса от матери Родины. Неоднократно он заступался за дезертиров. Он помешал полиции очистить в Безансоне военный завод, захваченный забастовщиками. То есть подрывал оборонную мощь Франции. Он выдавал немецким эмигрантам рекомендательные письма, желая нас поссорить с Германией. Наконец, получив взятку, он добился освобождения Лоришо, обвиненного в растлении малолетних. Вес говорил сухо, монотонно, как будто зачитывал обвинительный акт. Голубые глаза выражали возмущение ребенка перед низостью мира. Услышав имя Лоришо, Теса усмехнулся. Он знал эту историю. Уже растрогала мать Лоришо. Он советовался с адвокатом, но узнав, что это темное дело, стал вопить. «Зачем вы таких защищаете? Ему голову отрезать мало». А Лоришо откупился. Мать девочки за хорошее вознаграждение согласилась показать, будто она, а по ее наущению и дочка, оклеветали невинного. Теса не стал делиться с Вайсом судебными воспоминаниями. Он только спросил, «Что же вы намерены предпринять? Не допустить выступлений уже. Но это противно традициям нашей партии. Свобода мнений не для преступников». Теса помолчал, потом улыбнулся. «Я понимаю ваши чувства. Вы молодежь, наша надежда. Но зачем быть таким непримиримым? Впрочем, я не в праве вас отговаривать. Вы повинуетесь гражданскому долгу. Мы еще увидимся в Марселе. А вы там разыщите моего друга Белье. Ему под шестьдесят, но душой юноша и рассуждает, как вы. Он вам поможет». Когда Вайс ушел, Теса приказал горничной вынести чемоданы. А сам зашел к Амали проститься. Она лежала бледная, перебирала четкие, едва шевелила тонкими губами. Теса ее осторожно поцеловал. «До свидания, мамочка. Поправляйся и пожелай мне успеха. Я надеюсь вернуться со щитом. Пусть он только попробует раскрыть рот». Марсель называли французским Чикаго. Его порт был бульоном, в котором плодились гангстеры, продавцы живого товара, сутенеры, контрабандисты, скупщики опиума и кокаина. Здесь же промышляли люди, покупавшие и продававшие оружие, от револьверов до бомбардировщиков, агенты Бреттейля, дельцы, зарабатывавшие на горе Испании. То и дело в городе находили трупы. Гангстеры убирали предателей и болтунов. На узеньких улицах старого порта находились публичные дома. Полураздетые женщины поджидали путешественников, клерков, коммерсантов, матросов. Если прохожий не поддавался соблазну и пытался пройти мимо, с него сбрасывали шляпу, обливали его помоями. Сутенеры подготовляли избирательные кампании, срывали забастовки, покрывали или разоблачали шпионов. Накануне выборов гангстеры богатели. Кандидатам приходилось быть щедрыми. Гангстеры избивали ораторов, сдирали со стен воззвание, разгоняли избирателей. Гангстеры делились на два клана. Первый, во главе с кривым Ле Пети, обслуживал местный муниципалитет, точнее, его социалистическое большинство. Ле Пети, еще недавно интересовавшийся только кокаином, нисходительно пояснял, «Я за разоружение». Второй клан работал на Бретейля и был подчинен Лебро, начавшему свою карьеру с убийства бразильского коммерсанта. Из одного клана гангстеры легко переходили в другой, а, не заручившись их содействием, опасно было и выставить свою кандидатуру в палату и открыть кафе на Канебьер. Узнав, что съезд радикалов назначен в Марселе, гангстеры оживились, предвиделись заработки. Действительно, взвесив все, приятель Тесса Белье обратился к Лебро. Белье, торговавший оптом кофе, знал, что Лебро человек честный. Не раз он пользовался его услугами для охраны товара от утечки. Теперь он обратился к Лебро с просьбой поддержать порядок на заседаниях съезда. Две сотни сутенеров и контрабандистов получили пригласительные билеты, кто гостевой, кто корреспондентский. Все было сделано, чтобы помешать Фуже нарушить распорядок. Войдя в огромный зал, Фуже изумился. Он привык встречать на съездах провинциалов, немолодых, бродатых, с толстыми, неповоротливыми шеями, лавочников, нотариусов, фермеров, учителей чистописания, камевояжеров, ремесленников, средние малоприметные Франции. Конечно, и на этот раз он увидел несколько милых ему бород, но они терялись среди молодых людей спортивного вида, щеголявших бицепсами и блестящими гладкопричесанными волосами над низким лбом. Одни из них были гостями, их подобрало Лебро, другие приехали как делегаты. Эти называли себя младорадикалами и были посланы группами, в которых Теса нашел единомышленников или людей, падких на деньги. Многие младорадикалы прежде состояли в фашистских отрядах. Они соблазнились близостью к власти. С бретелем приходилось ждать переворота. Здесь же легко было оторвать теплое местечко, красную ленточку в петлицу или хотя бы несколько кредиток. Младорадикалы ругали рабочих и евреев, требовали авторитарной республики и буйно восторгались реализмом Муссолини и смелостью Гитлера. Они бродили по залу, острили, зевали, переругивались и заседания съезда напоминали трибуны во время футбольного матча. Долодье встретили овации. И бородачи, и младорадикалы, и сутенеры кричали «Да здравствует мир!» Воевать никому не хотелось, и молодые люди призывного возраста не лицемерия благодарили маленького человека с тупым взглядом из-под лобья, который спас их от окопов. А делегатам постарше люстило, что герой Франции, их сотоварищ по партии, старый радикал, гражданин Эдуард Долодье. Тесса в душе обиделся. Опять Долодье срывает все цветы. Но он понимал, что Долодье только символ, и, сказав себе «Это приветствует и меня», зааплодировал. Долодье говорил очень громко, часто его речь переходила в крик. Как многие слабовольные люди, он хотел показать себя стойким, непоколебимым. Неизменно он возвращался к утверждению своей силы, выкрикивая «Я сказал! Я хочу! Я не допущу!» Минутами в голосе слышались слезы маленького учителя гимназии, которого все водят за нос, на который волей судьбы вынужден разыгрывать Наполеона. Долодье воскликнул «Я запрещаю говорить о капитуляции!» «Мюнхен не был капитуляцией!» Он приподнялся на цыпочках, засунув два пальца за борт жилета и наклонил голову. «Может быть, он и вправду Наполеон, одержавший бескровную победу?» Зал ответил овацией. На минуту всех увлекла иллюзия. Это был спор не только с фуже, но с историей. Когда Долодье сошел с трибуны, делегаты почувствовали душевное утомление. Все стали шутить, кричать, бродить по залу. Напрасно председатель потрясал звоночком. Докладчика, говорившего об обороне Франции, никто не слушал. Военные проблемы мало занимали этих глубоко штатских людей. Они приехали сюда, чтобы одобрить политику мира, похоронить народный фронт и потребовать крутых мер против лодырей. А оборона Франции зачем? Разве после Мюнхена кто-нибудь угрожает Франции, кроме коммунистов? Только два бородатых винодела внимательно слушали докладчика, стараясь разобраться в незнакомых им терминах и цифрах. Потом один сказал другому, темное дело, но раз у нас линия Можино, можно спать спокойно. Это, конечно, стоило больших денег, но зато, как он сказал это, раз и навсегда. Делегаты разошлись. Они заполнили все кафе и бары города, пили аперитивы, потом ужинали, потом, разбившись на маленькие группы, ринулись в старый порт, где их поджидали хозяйки публичных домов, девушки, топеры, вышибалы и почетная гвардия в виде молодцов из клана Лебро. Запретный квартал давно был приятно взволнован известием о съезде. Так ждали там только прибытие больших пароходов с американскими туристами. Для провинциальных делегатов съезд был не сухим выполнением гражданского долга, но очаровательным похождением. На пять дней они освобождались от семейных уз, превращались в холостяков, приехавших из сонных маленьких городков в веселый беспутный Марсель. Неудивительно, что хозяйки некоторых домов предусмотрительно вывесили на дверях своих заведений листочки, открыто только для господ делегатов. Впрочем, наслаждаясь иллюзией любви, делегаты не забывали о политике. Сальные куплеты перебивались политическими спорами. Противников правительства было мало, их быстро осаживали. Пропаганда фашистов, а впоследствии и ТСА, проникла в чащу провинций. Лавочники возмущались народным фронтом. «Мы пошли с ними, думая, что защищаем республику от фашистов, а они надули нас. Они распустили рабочих, потакают забастовщикам, разорили страну. Крестьяне защищали Мюнхенское соглашение. Кого погонят воевать? Нас! Рабочие останутся на заводах, дудки!» После нескольких пастис или бутылки шампанского раздавались воинственные крики, грозили расстрелом забастовщикам, Торезу, даже Жуой Блюму. Сутенеры лихо подхватывали «Перебить их всех!» А девушки шептали «Малыш, угости меня!» И бородатый малыш кряхтя вытаскивал из кармана огромный рыжий бумажник. Второй день съезда был решающим. Когда на трибуну поднялся Фуже, все замолкли. Предстояло нечто необычное. Фуже разложил перед собой бумаги. Он проработал всю ночь, учитывая настроение делегатов, смягчал некоторые пассажи, решил осторожно отзываться о Даладье. Он готов был на все уступки, лишь бы добиться перелома. Он говорил себе, самое важное — показать съезду, а тем самым стране, что предатели толкают Францию в пропасть. Против идей можно спорить, но что скажут делегаты, узнав о письме Гранделю, который Теса припрятал? Уже начал спокойно. У ложе больной матери дети не спорят, а Франция тяжело больна. Его прервал чей-то крик. Во втором ряду стоял высокий человек, это был Вайс. «Мы не можем допустить, чтобы здесь выступал агент коммунистов!» Уже растерянно спросил, «Кто вы?» «Делегат Кольмара!» Сразу как по команде младорадикалы и молодчики Леброс завопили, «Долой! В Москву!» «Да здравствует Эльзас! Расстрелять коммунистов!» «Бандит! Где деньги Ларишо?» «Безансон! Он изнасиловал девочку!» «К стенке!» Напрасно Фуже пытался говорить, его слова заглушал рев. Председатель сначала звонил, стучал по столу, потом тихо сказал Фуже, «Пожалуй, лучше не настаивать!» Некоторые делегаты, сторонники Фуже негодовали, но они были разбросаны по залу. Их окружали приятели Лебро. Кое-где дошло до потасовок, Эрио, грустно вздохнув, пошел в буфет. Наконец Фуже, собрав листочки, сошел с трибуны. Председатель объявил, что слово предоставляется следующему оратору. Все потянулись к выходу. И вдруг раздался голос Фуже. «Когда я передал Теса документ о Гранделе...» Дальше нельзя было разобрать, шум возобновился. Председатель объявил перерыв. Вайс был героем. К нему подходили, жали его руку, поздравляли. Председатель марсельской группы «Оптовик Белье», то, что по указанию Теса подготовил обструкцию, пригласил Вайса обедать в ресторан «Лукулус». Угощал Белье на славу. Гордость Марселя, рыбная похлебка «Буя-бес» была наварена на изумительной рыбе, приправлена красным перцем и шафраном. Вайс мечтательно говорил, «Я люблю все острое». Фуже пошел обедать к своему старому другу, проживавшему далеко от центра, в квартале зоологического парка. Чтобы успокоиться, он пошел пешком. Он решил завтра отправить открытое письмо комитету партии. Если радикальные газеты откажутся напечатать, он перешлет письмо в «Юманите». Он расскажет о Кельмане. Пусть страна рассудит, кто истинный патриот, он или Теса. Он шел, задумавшись. Его обогнали два спортсмена в штанах для гольфа и в рыжих коротких пиджачках. Они остановились, стали на дороге. Фуже хотел пройти. «Простите, вот тебе каналья!» Удар оглушил Фуже, он упал. На темной улице никого не было. Тоскливо мяукала кошка. Пахло гнилыми листьями. Поздняя южная осень умирала. Вечером Теса вместе с другими делегатами сидел в холле большой гостиницы. Он пил липовый чай. Прибежал молоденький секретарь. На Фуже напали бандиты. Отвезли в больницу. Полиция говорит, что украли бумажник. Теса воскликнул. «Какой ужас!» «Он был потрясен и опечален. Ему было жалко фуже. Вдруг он умрет от внутреннего кровоизлияния. Один. В больнице!» Теса сказал Маршандо. «Конечно, как политик он никуда не годится. Но это энтузиаст. Возмутительные нравы. Интересно, когда же они очистят Марсель от гангстеров? Пора бы. Я надеюсь, что виновников накроют». Он вытер платком лицо, отодвинул чашку. Жарко. А Маршандо с присущей ему бестатностью спросил. «О каком письме он говорил? И при чем тут ты?» Теса пожал плечами. «Можно подумать, что ты его не знаешь. Фантазер! Живет в мире книг, как Дон Кихот. Наверное, начитался документов от Антонии, и перенес все на Гранделя. Но мне его жалко». Теса выступил на следующий день. Он теперь ничем не рисковал, и все же он волновался. Говорил он красиво, знатоки переглядывались. В форме. Говоря о скромной любви к Отечеству, которая чужда честолюбия, Теса процитировал Ла Мартина. Потом он заговорил о крохотном материке, орошенном кровью и потом столетий. «Мы должны отстоять Европу и от муравьиного варварства Азии, и от трансатлантических приготовишек. Как строители древних соборов, люди разных стран внесут свою лепту в дело созидания новой, лучшей Европы, что отделяет нас от Германии, река и предрассудки. Границы Европы не здесь, они далеко на востоке, там, где христианская и рыцарская Польша сменяется полукитайским фалансером». Младорадикалы не пожалели своих ладоней. А когда Теса воскликнул, «Коммунисты нарушили пакт Народного фронта, они вне нации!» Ему устроили еще одну овацию. Делегатам надоели половинчатые меры, они шли за Теса. И Теса на торжественном обеде, которые дали в его честь радикалы Верхней Марны, горделиво сказал, «Климат в Европе изменился. Я всем сердцем с молодыми. Нельзя цепляться за устаревшие каноны. Радикалы всегда были живой партией. Бретель надеется произвести переворот и насадить у нас импортированный режим. Нет, мы сами уничтожим язвы парламентаризма. Мы создадим авторитарную республику, не порывая при этом ни с гением нации, ни с традициями нашей свободолюбивой партии». Он переваривал прекрасный обед, когда ему сказали, что в центре города начался большой пожар. Теса не любил катастроф. Ребенком, когда дети убегали, чтобы поглядеть на пожар или на наводнение, он сердился. Зрелище стихии его оскорбляло. Но теперь он счел своим долгом отправиться на место несчастья, чтобы выразить симпатию пострадавшему городу. Универсальный магазин сгорел, как коробок спичек. Дул мистраль, и огонь быстро перекинулся на другую сторону улицы, где находились лучшие гостиницы. Канебьер была оцеплена. Увидев Теса, полицейские закозыряли. Теса кашлял от дыма. Он увидел толстяка Эрио, который кричал, «Черт знает что! В городе нет пожарных лестниц! Я вызвал пожарных из Леона, но когда они приедут?» Рассказывали, что в магазине погибло много продавщиц, не было ни одного запасного выхода. Ребята Лебро забыли о съезде. Пробравшись в гостиницы, они набивали, чем могли, карманы. Возмущенная толпа гудела, «Лестниц нет! Нет насосов!» Фашисты вели агитацию, «Режим сгнил! Разве могло бы такое случиться в Италии?» Теса на минуту залюбовался. Огонь вылетал из высокого дома в почерневшее небо. «Похоже на фейерверк», подумал Теса. «И не страшно». Тотчас он спохватился, стал печальным. «Это народное бедствие. Конечно, пожаром воспользуется Бретель. И что за совпадение, как раз в дни съезда? Хорошо, что во главе муниципалитета не радикалы, а социалисты. Что скажет Виар, когда ему преподнесут ни одной пожарной лестнице в миллионном городе? Лодыри! Обидно, что это на руку Эрио. У него в Лионе порядок. И потом продавщицы. Жалко людей. Очень жалко». Гостиница, где остановился Теса, наполовину сгорела. Министром отвели комнаты в здание префектуры. Перенесли туда багаж. У многих делегатов пропали документы. Теса с гордостью сжимал свой портфель. После истории с Люсьеном он стал осторожней. Он легко отделался. У него украли только дорожный на СССР. Правда, на СССР был хороший. Все вещицы из черепахи. В салоне префектуры сгорел камин. Теса, взглянув на веселое пламя, припомнил Канебьер. Все-таки это красиво. Улыбаясь, он сказал Даладье. Убытки небольшие на СССР. Даладье был расстроен, видел в пожаре дурное предзнаменование. А Теса развеселился. Он снова переживал свой триумф на съезде. Что такое пожар? Мелкое событие. Через неделю о нем все позабудут. А политика Франции теперь предопределена на долгие годы. Начинается новая эра. Еще один кризис. Ибо главе страны будет Поль Теса. Он сидел в глубоком кресле, закрыв глаза, когда принесли телеграмму. Домашний врач сообщал, что болезнь Амали неожиданно обострилась. Теса почувствовал во рту соленый вкус слез. Но все же он сохранял спокойствие. Он протянул голубой листок Даладье. «Мне необходимо срочно вернуться в Париж. Но ведь завтрашнее заседание чисто деловое. Ты был прав. Оказывается, пожар не к добру. Нет-нет, я не падаю духом. Я спокоен». В полутемной комнате горели две свечи. Пахло лилиями. Душный приторный запах. Лицо у Амали было спокойное, даже благостное, как будто она переживала освобождение от телесных страданий, от тревог. Теса сидел рядом с кроватью. Он никак не мог осознать случившегося. Он прожил с женой 36 лет. Знал, что она всегда рядом, дышит, суетится, стонет. Мертвая, она еще продолжала жить. Когда Теса сказал себе «Ее нет», это было словами, формулой. Амали была. Ее просветленное лицо в сумерках среди цветов и взволнованных то и дело нагибающихся огней уводила Теса в прошлое. Вспоминались почему-то студенческие проказы. Все проплывало среди светлого дыма. Он подумал, нехорошо. Он чувствовал, как грусть растекается, хотел он ее посвятить только Амали. Давно он ей не приносил цветов. Когда-то приносил, она любила Анютины глазки и анимоны. Теса стал напряженно восстанавливать картину их первой встречи. Это было весной. Теса прошлым летом получил диплом. Он жил в латинском квартале, носил широкополую бежевую шляпу, галстук, завязанной бабочкой, увлекался речами Жореса, скульптурой Родена, верил в единственную любовь, но волочился за всеми мастерицами. Кричал, пусть нашу кровь освежат пролетарии, и, выпив два абсента, декламировал перед восхищенной белошвейкой стихи Реми де Гурмона. «Да будут груди богохульны и благословенны за скрытые грехи, за тайны и измены». Эти стихи он прочитал и о Мали. Незадолго перед этим она приехала в Париж из монастыря, ее обучали урсулинки. Услыхав стихи, она смутилась и заплакала. Она повторяла «Знай, шполь», ничего больше не говорила и комкала крохотный кружевной платок. Он увез ее из театра. Играли в тот вечер Эдипа. Трагик Монессюли восклицал все потеряв, как жизнь страшна. Тогда были фиакры с крохотными оконцами, завешанными темно-синими шторами, а впереди сидел кучер в блестящем цилиндре. Они ехали по темной аллее Булонского леса. Цесарь целовал Амали. На ней была шляпка с длинными лентами вроде капора. Она обнимала его и говорила «Какое счастье!» И потом «Грех!» И еще крепче обнимала «Губы у нее были пухлые, как у полет». Цесарь осердился на себя «Все это не то!» Он знал, что скорбь его глубже этих несвязанных воспоминаний. Он стал повторять «Умерла! Умерла!» Может быть, слово передаст боль, но слово было пустым, официальным. Сколько раз он равнодушно говорил его о других, а если позвать, Амали она не услышит. Разве это возможно? У нее чуткий сон. Нет, теперь надо говорить «Был!» Он не может ей рассказать, как все было в Марселе, про фуже, про пожар, и ничего больше ей не расскажет. Вот ее вязанье не довязала ему кашне, пиццы, шерсть. Он зачем-то стал считать петли и задремал, в дороге не спал, волновался. Он не слышал, как в комнату вошла Денис, о смерти матери она прочитала в газете, прибежала, а увидев покойницу растерялась, никогда она не видела мать такой. Было в этом лице столько мудрости, что Денис смутно подумала, я ее не знала, а теперь поздно. Денис взглянула на отца, он спал с клубком зеленой шерсти на коленях и лилии, как в церкви. Это было невыносимо, как дурной сон, чужое, только рука матери была знакомой, понятной. Впервые Денис увидела свое детство издалека. Она прижала к худой твердой руке свои горячие губы и почувствовала, что плачет. Слезы сделали все простым, не облегчили горе, но успокоили. И, поплакав, Денис вышла на цыпочках из комнаты. Прошла по хорошо ей знакомому длинному коридору. На фотографиях Тесса в адвокатском балахоне продолжал поясничать. А на улице было горько и празднично. Только что прошел дождь, по асфальту плыли огни. Все блестело, черное, темно-фиолетовое, серебряное. Амали перед смертью причастилась, но Тесса распорядился, чтобы похороны были гражданскими. Зачем раздражать левых, да еще сразу после марсельского съезда? Зазвенел кладбищенский колокол, ворота раскрылись, процессия двигалась медленно. Впереди шел Тесса, потом мужчины, потом женщины. Похороны супруги министра были событием, и собрался весь Париж. На соседней улице стояли сотни машин, те же, что стоят возле Бурбонского дворца в дни крупных дебатов, а возле театра в вечера премьер. Депутаты различных групп захотели выразить Тесса свое соболезнование. Старая леса, Морен и Виар, Маршандо и Бретель. Пришли адвокаты, представители акционерных обществ, в правлениях, которых Тесса состоял, или дела, которых он вел, прокуроры, дельцы, барон Ротшильд, Дессер, Меже, журналисты во главе с Жолео, Поль Моран, директора театров, дипломаты, говорили, что присутствие советника германского посольства хороший симптом. Венки везли на отдельном грузовике. Жолео, размахивая палкой с огромным набалдашником, говорил журналистам, «Фуже он! Я, Марсель, знаю!» Тесса шел спокойно, но часто вынимал платок и печально сморкался. Амали хоронили на Пер-Ла-Шез. Это было самое дорогое кладбище, но Тесса не поскупился. Он выбрал прекрасный участок, он купил место и для себя. Это было будничной житейской подробностью, так делают все. Разговор шел об участках, о метрах, о деньгах, и Тесса не связывал его с мыслями о смерти. Он подписал контракт. Вечное пользование. Нужно иметь место среди порядочных могил. Направо от Амали покоился адмирал, налево супруга сенатора. Много раз Тесса бывал на кладбищах. Хоронить министров и депутатов входило в его обязанности, но сейчас он поглядел на кладбище хозяйским глазом и удивился. Город, улицы, у каждой свое имя, номера домов, нет, не домов, могил. И чисто. Садовник срезает сухие ветки. Конечно, тесно, но, умирая, люди как-то съеживаются. Зато хороший квартал и то, что кладбище город, что оно входит в жизнь, успокоило Тесса. Он стоял один над раскрытой могилой. Он увидел вдали рыжую голову Люсьена и отвернулся. Да чего Люсьен похож на дядю Робера? Робер был бандитом, а Люсьен исчез за памятником. Он пришел сюда, ни о чем не думая, как лунатик, проститься с матерью домой пойти не решился. Увидев гроб, украшенный серебряными листьями, маскарадной шляпой могильщика в постной физиономии Братаэля, Васильковый галстук Жолево, Люсьен понял, что матери здесь нет и убежал, озираясь, как неудачливый вор. Все выстроясь, чинно проходили мимо могильщика, державшего на подносе землю и бросали вниз горсточку, потом жали руку Теса. Сколько раз Теса брал щепотку земли, жал руки вдовам и вдовцам, но теперь все это показалось ему непонятным. Дул холодный резкий ветер, от него было больно глазам, Теса жмурился. Вдруг он подумал, может быть, это меня хоронит. Два места. Он зашатался, чья-то заботливая рука его поддержала. Он поглядел в борода Дурмуа. А говорили, что Дурмуа меня ненавидит. Теперь Теса вглядывался в лица, проверял, какие депутаты пришли. Это напоминало голосование в палате. И с радостью Теса почувствовал жив, просто усталость. Вечером он поехал к Полет. Он долго колебался, не скорбит ли он этим памятьем Али. Но все же поехал. Он нуждался в сочувствии, в ласке. Слишком пусто было дома, и всякая безделка напоминала об Амали. Полет была полной красивой женщиной. Обладая небольшим, неприятным голосом она исполняла в варьете песенки то сентиментальные про жену моряка, про гибель солдата в пустыне, то непристойные. В жизни она не любила сальностей, была благодушной и созданной для уюта, обожала детей, огород, рукоделие. На сцену она попала случайно, глупая связь в ранней молодости. Теса сошлась три года тому назад. Эта связь ей льстила, к ней маленькая актриса приезжала блистательный адвокат, депутат парламента, теперь министр. Дочь провинциального лавочника она писала с ошибками и посвящала досуге детективным романам. Теса она уважала, он все знает, вставляет в разговор стихи, латинские поговорки, говорит об Америке как о соседнем квартале. Она и жалела Теса, в нее было доброе сердце, много работает, больная жена, неудачные дети. Старалась его порадовать, причесывалась, как он любил, вязала ему галстуки, готовила домашние паштеты. Теса ее баловал, и Полет была убеждена, что она ему верна, хотя у нее был второй любовник Жокей Альбер, о существовании которого Теса не подозревал. Для Полет это не было изменой. Раз в неделю она встречалась с молодым Жокеем, который знал только имена жеребцов, он находил даже полицейские романы утомительными. Полет с ним не разговаривала, не вязала ему галстуков, не угощала паштетами, она только его целовала, жадно, молча, так едят очень голодные люди. И, уходя, она не чувствовала ни печали, ни угрызений. Она сидела у себя в голубом кимоно, на котором были вышиты цапли, когда позвонили. Увидев Теса, она удивилась, не ждала его сегодня. Он молча поздоровался, прошел в комнату, сел и расстегнул воротничок, он плохо себя чувствовал, задыхался. Жалость мучила Полет. Она не знала, что сказать, а молчание было несносным. — заговорил Теса. В Марселе, когда был пожар, говорили, что это дурной признак, и я не верю в приметы. Но что ты хочешь? Иногда задумываешься. Полет была суеверна, боялась пройти под лестницей, плакала над разбитым зеркалом. От слов Теса ей стало неуютно. Может быть, и вправду есть высшая сила. А Теса уже говорила о другом. Ужасно, что это случилось в такое время. Я совершенно выбит из колеи, а нужно работать. Они готовятся к всеобщей забастовке. Это будет катастрофа. Только-только мы избежали войны. Полет принесла бутылку старого арманьяка. Теса нагрел руками рюмку и выпил. Снова нашла тоска, как у могилы. Мысли путались. Он неожиданно сказал, «Знаешь, я купил два места». Она отвернулась. Он подумал, «Как я, отомоли». Он просунул руку под рубашку, потрогал свою грудь. Тепло тело успокаивало. Жив, налил еще арманьяка, налил и полет чокнулся с ней. За твое. Доктор мне дал лекарство, успокаивает, будто бы нервы. Он сказал, что она не страдала. Все-таки это ужасно. Я никак не могу понять, что случилось. Ей было легче, верила, боялась, что попадет в ад. А я просто боюсь. Это рядом с адмиралом Ле Перье. Они выпили еще. Он поглядел на кимоно. Какой глупый пеньюар. Почему птицы? Он оглядел комнату, как будто никогда здесь не был. Пианино, на стенах фотографии актеров с размашистыми автографами, диван и десяток пестрых подушек. Арманьяк хороший, очень хороший. Где ты достала этот арманьяк? Она хотела, чтобы ее хоронили с кюре. Мне все равно, но у меня общественное положение. Конечно, Бретель обрадовался бы, но я должен считаться и с левым крылом. Они теперь обозлены, а ей все равно. Она не слышит, если позвать не услышит. Я об этом уже думал. Полет, детка, спой мне что-нибудь грустное. Господи, нет у тебя сердца. Ни-ни. Ноябрьские туманы были желтыми, горчичными, черными. Слезились дряхлые закопченные дома предместей. Людей в ту осень охватило отчаяние. Рабочие потеряли все завоеванное ими летом 36-го. Каждый новый декрет нес обиды и лишения. Увеличили рабочую неделю, снизили оплату сверхурочных часов, обложили налогами нищенские заработки, вспыхивали разрозненные забастовки. Полицейские очищали заводы, тачечные пикеты попадали на скамью подсудимых и суды строго наказывали зачинщиков. А кто правил страной? Долодье, еще недавно на площади Бастилии подымавший кулак, я сын пекаря, друг народа. Тесса, за которого в Пуатье голосовали коммунисты. Разуверение глушило страну. Тираж газет пал, собрания проходили в пустых залах, в маленьких кафе, где собирались рабочие, стояла унылая тишина. Глядя на агонии Испании, люди говорили «теперь наш черед». Долодье страдал манией преследования, боялся беспорядков. Он не догадывался о том, какая усталость охватила Францию, а его противники жили иллюзиями. Синдикаты решили провести однодневную забастовку. Задолго вперед объявили о назначенном дне «Ты Са забыл омоли», оживился он главнокомандующий. На стенах снова забелели листочки, возвещавшие мобилизацию. Железнодорожники, рабочие военных заводов и общественных предприятий были приравнены к солдатам. Правительство разъяснило, что забастовщиков будут карать как дезертиров. Самодовольно улыбаясь, Тесса говорил «Это мое изобретение». «Трудно только начало, а теперь все понимают, что мобилизация явление, так сказать, естественное». Побеседовав с Тесса, Железнодорожник, жиле написал, что забастовка на руку немцам. «Французы, остерегайтесь даров московских донайцев». Рассказывали о поражении ДСРа. На собрании промышленников он предложил компромисс. Рабочие отказываются от задуманной забастовки, правительство пересматривает некоторые декреты. Все возмутились. Капитулировать перед коммунистами? Напрасно ДСР говорил «Нам угрожает война, теперь не время озлоблять рабочих». Монтеньива пил «Пора с этим покончить». Гитлер показал пример. Пускай бастует, по крайней мере мы сможем очистить заводы от коммунистов». Взглянув на термометр, Виар с облегчением воскликнул 37,8. Гриб освобождал его от ответственности. Он возмущался политикой радикалов, кидает рабочих в объятия коммунистов, дело кончится бунтом и победой фашизма. Еще до болезни он написал туманную передовицу, «Наш долг предостеречь рабочих от провокаций. Если плебеи, справедливо возмущенные новыми декретами, скрестят руки, это будет национальной катастрофой». Он не призывал к забастовке и не осуждал ее. Но некоторые из его друзей обратились к рабочим с призывом не бастовать. Обыватели с опаской приоткрыли ставни. «Что-то сегодня будет!» Подметают террасы кафе. Будничное, туманное утро. Но вокруг заводов посвечивали каски. Вокзалы министерства, почтовое отделение охранялись отрядами жандармов. В автобусах рядом с шофером сидел полицейский. Проезжали гвардейцы с конскими хвостами на медных шлемах, тупо оглядывая дома. Все говорили о расправах, арестантские роты, каторга. Старые рабочие были угрюмы, неразговорчивы, боялись, что забастовка сорвется. Для Денис это было боевым крещением. Она верила, что правительство не выдержит удара. Тогда конец позору. Парижские рабочие спасут обессиленную, но еще живую Испанию. Денис долго готовилась к этому дню, спрашивала себя, хватит ли у нее силы, находчивости, смелости. Ей казалось, что она сможет пристыдить малодушных, прочитав им письмо Мишо о мужестве бойцов Эбра, а если приведут солдат, она им скажет, вы наши братья. Душевное напряжение сказывалось в ее глазах, сухих и блестящих. Все были в сборе, но никто не приступал к работе. Пришли из литейного цеха, сказали, что часть рабочих работает. Попробовали запеть молодую гвардию, несколько голосов утонуло в грустной тишине. В цех вошел старший инженер. Его окружали полицейские в штатском. Один помахивал револьвером. Инженер сказал, господа, если вы не намереваетесь приступить к работе, прошу покинуть помещение. В ответ раздались возмущенные возгласы. Инженер махнул рукой и ушел. А полицейские остались. Рабочие стали в полголоса обсуждать, как быть. В литейном работает. Ничего из этого не выйдет. Денис крикнул от товарищи. Полицейские подхватили ее, вынесли. Один больно скрутил ей руки. Некоторые рабочие стали на работу, другие ушли. Десяток непокорных вывели на двор. На боковой улице стоял полицейский фургон. Арестованных втолкнули туда. Одному вышибли зубы, порвали платье Денис. Она говорила товарищам, наши не уйдут. Боль, арест казались Денис наградой. Ни грусть товарищей, ни темная грязная комната в префектуре, куда кинули задержанных, не могли ее протрезвить. Ее обыскали. Усатый полицейский, от которого разила Ромом, огромный ручищи шарил по телу, говорил сальности. Она глядела пустыми глазами. Ее здесь не было. Она думала об одном, как проходит забастовка. А на другом конце города, в Бильянкуре, шли приготовления к штурму завода Сен. Десер, сидя у стола, тупо глядел в одну точку, попробовал закурить, но трубка каждую минуту гасла. Он задыхался, болела левое плечо, рука. Смутно он подумал, может быть, грудная жаба. Впервые ДСР чувствовал бессилие. Тупость предпринимателей его изумила. Слепцы, куда они ведут страну? Он хотел во что бы то ни стало предотвратить забастовку, беседовал с Долодьес, Тесас, Фроссаром, доказывал, убеждал. Его вежливо выслушивали, потом отвечали, надо покончить с коммунистами. А промышленники требовали солидарности, вы член нашего объединения. ДСР думал, было закрыть свои заводы на несколько дней. Этим он спасет положение, не придется прибегать к репрессиям. Но Тесас завопил саботаж, что скажет палата. Инженеры ворчали, если правительство не расправится с коммунистами, мы устроим отряды самообороны. Монтенье грозил скандалом. И ДСР подчинился. Режиссер стал простым зрителем. Он сидел и томясь, ждал событий. Легра боялся, что забастовка провалится. Люди устали, изверились, но угрозы разозлили рабочих. Не запугайте, даже противники забастовки притихли. Среди сизого тумана краснели флаги, в цехах, во дворе рабочие готовились к бою. В помещении дирекции инженеры обступили Пьера. Демагог, агент Москвы. Сбишонон кричал, фашисты, гитлеровцы. Дело дошло бы до пощечин, но Пьера вызвал ДСР. «Ступайте домой. Это скверная история. Теперь не 36-й, они хотели этой забастовки, а вы сломаете себе шею. На вас набросится, как на инженера, и я не смогу вас отстоять. Меньше всего я сейчас думаю о себе. Напрасно. У вас жена, ребенок. Идей бросьте. Вы уже убедились, что Виар старый комедиант. Другие не лучше. Теперь надо спасать свою шкуру. Этим занимаетесь вы. Да-да, именно спасаете шкуру. В Мюнхене, здесь. И не спасете. Когда Пьер вышел к рабочим, поднялись тысячи кулаков, инженер Дюбуа с нами. Вся теплота этих рассерженных суровых людей шла к нему. Старший комиссар, увидев толпу, смутился и пошел к ДСРу. Ваш авторитет, ДСР раздраженно пожал плечами. Господин комиссар, я бессилен, да и вам советую не настаивать. К сожалению, у меня имеются инструкции. Увидев полицейских, рабочие замолкли. Некоторые держали камни, железные бруски, приготовили шланги. Легре стоял у главных ворот. Судьба еще раз вмешалась в его сердечные дела. Он так и не рассказал Жозет о своих чувствах. Но месяц назад его жизнь переменилась. Он зашел к отцу Жозет. Говорили о партийной кассе. Когда он уходил, Жозет спросила, вам в какую сторону? Сюрен и мне туда. На набережной она сказала, мне не нужно в Сюрен. Был сырой осенний вечер. Зачем-то они ходили по пустой набережной до моста и назад. Наконец Жозет сказала, когда вы не приходите, мне очень грустно. Он вскрикнул, правда? И сейчас же добавил, стар я для вас, ведь мне она не дала ему договорить, поцеловала. И вот забастовка. Легре теперь недочувств, только иногда приходит в голову, что Жозет. Пьер был наверху в лаборатории, когда увидел, что полицейские выбили ворота. Они накинулись на Легре. Легре был силен, отбивался, его повалили, из окон посыпались камни. Пьер сбежал вниз, вдруг он почувствовал резь в глазах, он схватился за косяк двери, чтобы не упасть. Под вору метались люди, кто-то отчаянно крикнул «Газы!» Десер стоял у окна, он все видел и в тоске спрашивал себя «Это Франция!» «Той страны, которую он любил, больше не было. Не было Франции уютной и сердечной, где рабочие добродушно ругали хозяев, а потом чокались с ними, где люди после пламенных речей садились обедать и за хорошим рагу забывали о социальной революции, где любили цветы, шутки. Он хотел спасти вымышленную Францию воспоминания, книги, миф газами. Что же, пускай. Теперь не помочь. Надо и впрямь подумать о своей шкуре, поменьше курить, лечиться, позвонить Жанет, уехать подальше на Яву или в Чили. Полицейские увезли около ста рабочих. В префектуре не знали, что делать, с задержанными, а грузовики каждые полчаса привозили новых постояльцев. Денис жадно прислушивалась к разговорам полицейских. Зляться, значит, забастовка удалась. Иногда в камеру приводили новых. Телефонистка рассказала, все сорвалось, испугались репрессий. Привели служащего метро. Лицо у него было в крови. Отдышавшись, он выругался. Трусы. Метро работало. К вечеру Денис узнала, что бастовали только большие заводы. Когда стемнело, полицейские втолкнули в камеру еще трех рабочих. На сцене все забастовали, остались, а они газами. Слово газы всех потрясло. Телефонистка плакала. А Денис вдруг встала и запела. Другие подхватили. Напрасно полицейских грозили избить арестованных. Песня не смолкала, ее услышали в соседних камерах. Она понеслась по окаянным коридорам, пропавшим сыростью, кожей, мышами. В этой песне сказались все чувства, мужество, гнев, братство, отпели рабочие заводов Сен, Гном, Рено, песню сибирских партизан. Вечером Даладье выступил. Он говорил у себя в кабинете один перед микрофоном. Тупо глядел он в пустоту, а на лбу набухали жилы. Правительство одержало победу. После стольких отступлений, после Мюнхена, он наконец-то выговорил сладкое слово победа. Начали допрашивать арестованных. Услышав Денис Теса, комиссар усмехнулся. Уже не родственница ли? Никакие пытки не могли бы сломить Денис. Но этот человек коснулся самого страшного. Она молчала. Потом она подумала еще унизительней скрыть. «Я дочь вашего министра. Но это не имеет никакого отношения к делу. Я коммунистка. Вы можете продолжать». Комиссар поморгал, погримасничал и пошел к начальнику. Доложил префекту. Теса спал. Звонок по срочному делу его разбудил. Накануне был горячий день. Он выхватывал из рук секретаря сводки, звонил в префектуру, боялся, что забастовка разрастется. Успокоился он только поздно ночью. В три часа утра он принял ванну. Блестел белый кафель, вода казалась голубой. Теса разглядывал свои тонкие ноги и напивал арию из регалетта. Это у них отнимет охоту бастовать. Вот только не воспользовались бы провалом забастовки правые. Сонный он слушал, дело касается вашей дочери. Он сразу понял все. Теперь он в руках у префекта. Кто поручится, что не узнает Бретаэль? Какая пожива для газетчиков? Проклятая девчонка! Теса стоял в кабинете префекта возле гипсового бюста республики, когда ввели Денис. Увидев ее, Теса началась. Денис была в порванном платье, растрепанной, бледной, после бессонной ночи. И это его дочь, над здоровьем которой он дрожал, возил на курорт и приглашал профессоров. Он постарался пересилить негодование. Нежно, с дрожью в голосе сказал «Денис, я приехал, чтобы тебя освободить». У него был свой план. Он скажет префекту, что Денис хотел написать роман из жизни низов, для этого пошла на завод. Он увезет ее к себе и осиротевший дом снова оживет. Как он будет ее холить? В таком случае освободите всех. Эти слова, голос Денис, неожиданное обращение на «вы» ошеломили Теса. «Денис». «Денис». Она молчала. Перед ней был чужой человек. Вчерашний день освободил ее от прошлого. Теса вышел из себя. Освободить этих мерзавцев? Да ты понимаешь, что ты говоришь. Кто мерзавцы? Перед немцами вы струсили. Мы не готовы. Вот для чего вам понадобились газы. Твои коммунисты работают на немцев. Вчера, пока вы бастовали, итальянцы выступили с требованиями. Ницца, Корсика. Первые результаты забастовки. На немцев работаете вы, кто закрыл авиазаводы. И потом не вам лично это говорить, когда фужей открыл рот, вы подослали гангстеров. Ложь. Гнусная ложь. Идиотка, ты веришь всему, что тебе говорят, овца. Он долго выкрикивал обидные слова, потом вдруг замолк. Зачем? Это одержимое, и я не разубедишь. Надо замять дело. Не будем спорить. У каждого свои убеждения, но ты должна меня понять. Если это попадет в газеты, обрадуются наши общие враги, фашисты, Бретейль. Чем вы лучше Бретейля? Ты все сводишь к политике. Есть чувства. Как никак ты моя дочь. Вспомни покойную маму, какое у нее было сердце. Денис, я тебя умоляю, вернись домой. Во имя мамы. Не вытерпев, она крикнула, замолчите, вы низкий человек. Потом она упрекала себя за эти слова, она выдала свою муку. Теса ушел, ничего не добившись. Пришлось нажать на префекта. Сообщение об аресте Денис не попало в газеты, не упомянули и о приговоре. Судили ее вместе с другими рабочими завода гном, всем дали по месяцу тюрьмы. Денис была счастлива. Председатель с проговоркой пробормотал ее имя, не спросил о происхождении. Она не подозревала, сколько усилий это стоило ее отцу. А Теса возненавидел коммунистов. Прежде у него не было врагов. Конечно, он порой обижался на Бретели или на Виара, но это были партнеры по игре. Он пожалел даже Фуже, хотя Бородач хотел его очернить. Но коммунисты отняли у него Денис. Они превратили кроткую любящую девушку фурию в поджигательницу. Такие в 93-м танцевали вокруг гильотины. Разве это политическая партия? Это душевное подполье. Если их не уничтожить, они будут пытать, резать, душить. Теса для них клоп, но Франция еще держится, забастовка провалилась, значит поживем, можно отдохнуть у полет. Десеру не хотелось расставаться с Пьером. Собственное бессилие раздражало. Он, перед которым лебезили министры, должен подчиниться кучке крикунов. Но оставить Пьера на заводе он не решился. Правые газеты расписали эпопею красного инженера, Десер предложил «Я пошлю вас в Америку». Надо переждать год. Пьер отказался, считал это подачкой. Объяснение происходило на террасе большого кафе. Вечер был необычайно холодным, четыре ниже нуля. Посетители шипя и фыркая спешили внутрь, чтобы согреться стаканом грога, а на пустой террасе сиротливо розовели жаровни. Десер говорил «Конечно, вы вправе не поверить мне, но это так, мы все связаны средой, общественным мнением, предрассудками. Наверное, среди рабочих было немало противников забастовки. Они оказались бессильными. Я принужден считаться суждениями господина Монтеньи. на вашем языке это фашист, на моем дурак и хам. Они обвиняют кота, мало бомбардировщиков. Но вы один из лучших инженеров, и мне приходится с вами расстаться. Какое им дело до бомбардировщиков? Какое им дело до Франции? Пьер когда-то безмерно доверчивый, стал подозрительным, сухим. Жалобы Десер оказались ему притворными. Почему вы их упрекаете? Ведь и вы были за Мюнхен. Я хотел вооруженного мира, переговоров, компромисса. Они мечтают об одном, как бы поскорее сдаться на милость Гитлера. В событиях разбираются только жулики, и эти торопятся нахапать. А честные люди ослепли. Есть и другие. Вы разговаривали с Легре? Его избили полицейские. Он теперь в больнице. Таких, как он, много. Человеки тысячи чувств и мыслей. Обычно они рассеиваются, люди создают искусство, уют, семью. Почему я заговорил о коммунистах? У них все направлено на одно. И это не слепота, а устремленность. Видите эти жаровни? Иллюзия тепла, как будто можно отопить улицу. Кстати, я продрог. Итак, в последний раз вы отказываетесь. Пьер ждал упреков Аньес, безработица, нищета, а здесь дуду. Но Аньес сразу сказала, ты прав. Она не соглашалась с ним, когда он говорил о политике. Но как только вставал вопрос о независимости, о достоинстве, она восхищенно глядела на него, как девочкой глядела на отца. Прошло три недели, и та нищета, которая еще недавно казалась призраком, грозным, но отвлеченным словом, стала бытом. Жалование Аньес ушло на квартирную плату и на врача. Дуду болел. К концу месяца они остались без денег. Оба прежде знавали аккуратную бедность, теперь на них надвинулась оскорбительная нищета. Кажется, не было завода, куда не зашел бы Пьер. Союз предпринимателей занес его имя в черный список. Напрасно он пытался наняться механиком, даже черно-рабочим повсюду нарывался на отказ. Он продал часы, заплатил долг молочнице. Аньес отнесла старьевщику зимнее пальто. Оно мне велико. Неделю обедали. Она обнадеживала Пьера. Может быть, к празднику мне дадут наградные. Он уходил рано утром, весь день бродил, заходил в маленькие мастерские, часами изучал объявления. Вечером он говорил Аньес, будто встретил приятеля, и тот его накормил обедом. Одет был Пьер опрятно, каждый день брился. Никто не принял бы этого корректного сидящего мечтателя за нищего, но, проходя мимо колбасных, он отворачивался. Как-то он увидел объявление. В случае снегопада производится набор рабочих для очистки улиц, являться в пять часов утра. Небо с милостью велось. Снег начал падать с вечера большими хлопьями. Сначала он таял, потом покрыл мостовые. В четыре Пьер тихонько, чтобы не разбудить Аньес, вышел из дому. Его знобило от холода, но он улыбался. Наконец-то он принесет Аньес двадцать, может, тридцать франков. Он был на месте без четверти пять. Большой газовый фонарь освещал белый пустырь и толпу людей вокруг темного кирпичного здания. Кого только здесь не было. Безработные, босики, почтовики, уволенные за участие в забастовке, изголодавшийся художник, несколько немецких подростки. Требовалось сорок человек, а пришло не меньше трехсот. Пьер терпеливо ждал. Потом крикнули «Хватит!» Он поплелся домой. От голода он ослаб, ноги были ватными, мутило. Он прошел мимо центральных рынков. Здесь царило оживление. Рестораторы, владельцы мясных, гастрономических и зеленых магазинов толпились, забирая товар. Кажется, все в Париже изменилось, кроме его чрева, описанного золя. И, увидев сырые слизкие своды, горы живности, Пьер смутно подумал о полузабытом романе «Голодный чудак, мечтатель, беглый каторжник среди сытых, бесчувственных торгашей». На крюках висели огромные туши, багровые, фиолетовые, нестерпимо розовые, сколько нужно обжоре городу валов и ягнят, сколько гусей с искусственно увеличенной и похожей на опухоль печенью, сколько пятнистых цесарок и пестрогрудых фазанов. В рыбном ряду лежали огромные, будто отлитые из пластмассы тунцы, нежные тюрбо, мокрели, мерланы, скользкие камбала, устрицы, то плоские, как бы отточенные морен, то корявые, называвшие португальскими, мидии, морские ежи. Запах был не сносен, краснели руки торговок, изъеденные солью, с мрамора строилась вода. Еще дальше торговали зеленью, бледным цикорием, карателью, репой, спаржей, в кокетливых корзиночках лежали шампиньоны, кочаны латука из русильона, дальше глыбы медового масла из шаранты, сырые яйца, сметана в жестяных жбанах, апельсины, мессинские, явские, яблоки, ветки загнивающих бананов с их пряным запахом тропиков, финики, ананасы. Торговки ели луковый суп, грея миску одеревеневший палец. Бродяги подбирали картошку, знатоки ощупывали сыры, приценивались к дичи, пронеслись газетчики с серыми листами, пахнущими краской, потом зазвонили колокола средневековой церкви Сент-Эсташ, мясники в багряных фартуках рубили туши, огородники выгружали из стареньких ситроэнов брюкву и порей, потом пили у стойки кофе с коньяком, по мостовой, как кровь, текло красное вино, цветы стиснутые громадные кубы казались загадочными, пуды левкоев, гвоздик, роз, поезда шли из ницы, из грас с душистым грузом, мимозы, примулы, гиосинты, ландыши, азалии, для Парижа не было календаря, на ручных тележках круглый год цвели цветы, а с неба падали мокрые хлопья, счастливцы теперь сгребают снег, не пьер, он шел как заведенный, даже не чувствовал голода, от запахов тошнило, изобилие снеги подавляло, это было не едой, о которой можно мечтать, но вызовом, философией, враждебный мир торговок, макрелей, весов, сальных бумажников и сто тысяч букетов. Что Парижу слезы ванныка, горе Каталонии, боль Легре, голод Пьера, Париж живет, вот колбасник, отпуская сорок кило кровяной колбасы, мурлычет, Париж остается Парижем. В этом утверждении жизни был такой пафос, что Пьер присмирел, он делал вид, что спешит, зная, что спешить некуда, мерз и вдруг замедлял шаг, поворачивал назад, бессмысленно кружился в лабиринте узких коленчатых улиц квартала Бюсси, возвращаясь все к тому же перекрестку с тележками, на которых умирали скользкие плоские рыбы. Потом Пьер присел на мокрую скамью, подобрал брошенную газету «Успокоение в Европе», выступление «Тесса», «Гарантии мира». И вдруг все в нем очнулось, донесся запах жареной картошки. Она кипела в больших чанах, ее накладывали в бумажные кулечки, и торговки назойливо выкрикивали «Горяченькое! Десять су!» Да, вот горделивая мечта «Десять су!» Неожиданно для себя Пьер вскочил, протянул измятую газету прохожему. Это был чиновник, спешивший на службу, он изумленно взглянул на Пьера и зашагал быстрее. Пьер поплелся назад к скамье. «Зачем я это сделал?» Он снова впал в оцепенение, как бы издалека доносились гудки машин, крики торговок. Прошла мимо парочка, девушка поглядела на Пьера и что-то шепнула своему спутнику. Подошла старая такса, обнюхала ботинки Пьера, опустила хвост и отошла. Он несчастен, даже собака это почувствовала. А дома ждала беда. Аньес его встретила шепотом. Отец приехал. В другое время как бы они обрадовались. Отец Аньес, который жил в маленьком городке на юго-западе Франции, давно хотел навестить дочь и поглядеть внука. Иногда от него приходили короткие письма, написанные крупным детским почерком. Аньес часто рассказывала Пьеру о своем отце. Лежандр был старым механиком. До войны он просидел десять месяцев в тюрьме за антимилитаристическую пропаганду. Лет пять тому назад он стал прихварывать, бросил завод и уехал в Дакс, где у младшего брата был маленький гараж. Он помогал исправлять машины, а в свободное время корпел над грядками. Ему было шестьдесят четыре года. Пьеру он представлялся прежде большим седой гривой. Увидел он сохшегося старичка на голове, как у новорожденного пух. Пьер сразу понял, почему Аньес шепнула в страхе «отец». Старик считал, что дочь его вышла замуж за инженера, живет в достатке. Дуду не знает ни в чем отказа, и как раз он пожаловал в такое время, если сказать правду, старик огорчится, но чем его накормить? Тесть с любопытством разглядывал Пьера, сказал, «Хорошие у вас ботинки, крепкие». Пьер вспомнил такса, газеты, картошка. Лежандра все в квартире осмотрел, пошел на кухню, одобрил, чисто, просил Пьера, как работа, с восторгом слушал рассказы о новых моторах. Потом заговорили о политике. Лежандр вздохнул. «Отстал я!» «Дакс за холустье!» «Брат у меня малосознательный, выписывает матен». Лежандр не понимал, в чем суть Мюнхена, и оживлялся только, когда Пьер упоминал о беспанцах. Тогда он кричал «Победят!» «Обязательно победят!» Разговор перешел на прошлое. Лежандр просиял, стал вспоминать забастовки, демонстрации. В шестом мы вышли на улицу с флагами. Гордился тем, что знал Жореса, рассказывал, он, когда говорил на собраниях, обязательно снимал воротничок, тогда носили престижные. До того напрягался, но и голос же у него был. Пьер примолк. Он особенно остро ощущал свое бессилие рядом с этим веселым стариком. Лежандр понял его молчание по-своему. Может быть, я не то сказал? Свой ли это? Его отпугивали манеры Пьер. Все-таки инженер. Аньес теперь живет в другом мире, и выбрала она нерабочего. Лежандр смутился. Я вам, наверное, помешал. Я пойду к Дуэ. Аньес и Пьер переглянулись, надо удержать. Но теперь время обеда, а чем его накормить? Суп для Дуду? Сказать, что уходит? Приглашены? Старик обидится. Аньес попросила, погоди, расскажи, как в Даксе? Старик стал рассказывать. Летом было много туристов, брат заработал, а теперь время тихое, боятся, что будет война, не строят, мало покупают автомобили, говорят, реквизируют, особенно плохо с грузовиками, растет безработица. А в Париже много безработных? Много, и во всех отраслях. Я сегодня видел, пришли улицу очищать, и наборщик был, и кондитер, даже художник. Мы часа два простояли. Он понял, что проговорился. Старик не поймет, но Аньес, ведь он ей говорил, меня возьмут как инженера. И Аньес в ужасе на него поглядела, точно впервые осознала все горе нищеты, а Лежандр засуетился. Он вдруг все понял, и стесненность Аньеса, недомолвки, Пьера и пустоту на кухне. Я сойду на минутку вниз, на угол, надо мне позвонить Дуэ. Он вернулся четверть часа спустя покупками, литр вина, сардинки, паштет, сыр, кофе, даже сахару не забыл. Он проворчал Аньес, а еще дочка не спрашивал ни о чем. За обедом Пьер ему рассказал про забастовку. Газы, разговор с Десером, черный список. Лежандр сиял, Пьер оказался своим, а нужда, что же, молодые выдержат. И Лежандр чокнулся с Пьером. За победу? Для него все было ясно. Испанцы скоро расколотят фашистов, да и повсюду рабочие подымутся, забастовки, баррикады. Пьера совел от еды, от вина, тепло, хорошо, но почему не проходит грусть? Вот оно, старое поколение. Они ведь тоже пережили разгром, разочарование, почему же нету Пьера веры, ясности, веселья вот этого старика? Уложили Дуду, он капризничал, не хотел спать и, конечно, сразу уснул. Глядя на него, Лежандр говорил шепотом, у него будет спокойная жизнь, увидите, не то, что у нас, мы ведь войну пережили, я в шампане был, какое это было горе, а теперь войны не будет, рабочие поумнели, да и немцы не пойдут, у них тоже рабочие, неужели они допустят? Он привык рано ложиться, вставал в пять, глаза его стали неподвижными, стеклянными, несколько минут он боролся со сном, а потом уснул, сидя над кроваткой Дуду, и лицо у него было детское. Кажется, никогда время не тянулось так медленно, как в ту зиму. Париж был тих и загадочен, синие декабрьские сумерки сердобольно окутывали памятники давней славы, еще пестрые паяцы и глазированные каштаны в витринах говорили о мирном Рождестве, еще бродили одинокие повесы, преследуя ни то музу, ни то доверчивую мастерицу, но бесчувственность города была забытьем. Министры аккуратно каждое утро подписывали декреты об увольнении непокорных телеграфистов и кочегаров, предприниматели рассчитывали рабочих, голод душил сотни тысяч безработных, доладья говорила о национальной обороне, но как заколдованные стояли станки военных заводов. Жилеон, а суммы полученные от растроганных читателей, поднес супруге Чемберлена туалетный прибор из золота. Толстяк хвастливо шептал «высшие пробы!» А когда Чемберлен приехал в Париж, рабочие, собравшись возле вокзала, его освистали. Это было последним вмешательством народа, потом наступила тишина. Суды работали без устали. Механики, шлифовщики, литейщики в тюрьмах клеили бомбоньерки. Легре доставили в суд из больницы. Его поддерживали два жандарма. Он начал «Я обвиняю Даладье». Председатель равнодушно приказал «Выведите» и пять минут спустя загнусавил «Согласно закону от двенадцатого июля ле грежак к исправительным работам». Друзья фуже на собрании радикальной фракции потребовали отставки правительства. Кокетливо улыбаясь, ты соответил «Отставка правительства означает войну с нашим могущественным соседом». Он просидел вечер над атласом и теперь завтракая с каким-нибудь депутатом в торжественную минуту между сырыми грушей говорил «Вы увидите, что немцы пойдут на восток. Там дорогой мой нефть. А вы знаете, что такое нефть? Это кровь века». Париж приехал фон Риббентроп. Полиция предусмотрительно очистила улицы от прохожих и гость увидел фантастическую картину «Красное зимнее солнце над пустой площадью Конкорд». Он вежливо сказал «Париж на этот раз мне особенно понравился». Итальянские дивизии подходили к Барселоне. Депутаты собрались на совещание и решили послать к генералу Франко сенатора Берара. Тесса приветствовал решение «Недразумение пора рассеять». Виар выступил на митинге. Он оплакивал судьбу чешских женщин и каталонских детей. Говорил, что правительство несправедливо обрушилось на рабочий класс, потом патетически воскликнул «Наша республика! Последний оплот свободы в порабощенной Европе!» Раздались жидкие аплодисменты. А старик Дюшен, сторож на заводе Сен, сидевший в первом ряду, стал и ответил «Кто пойдет умирать за этот оплот? Да только святые и шлюхи, но святые на небесах, а шлюхи не умирают». Когда Теса рассказали о реплике Дюшена, он засмеялся. «Что не говорите, французы остроумный народ, меня не пугает карканье Дюкана, мы не чехи». Однако часто на Теса находила тоска. Он думал, зачем я за это взялся. Коммунисты кричали к стенке Теса. Дюкан подхватил историю письмом Гранделя. Немецкий шпион в парламенте. Даже парламентские комиссии ворчали, требовали прекращения репрессий. От комиссии труда к Теса явился Виар. «Я тебя недавно защищал на рабочем митинге, меня прерывали, хотели линчевать. Ты перегнул палку, правительство исключительно непопулярно». Теса пожал плечами, «А кто популярен? Ты, Фланден, Бретель? Это вздор. Я тебе скажу, кто у нас популярен, Гитлер? Лично я очень жалею, что сел на твое место, теперь куда спокойнее быть в оппозиции. Вот вы говорите прекратите репрессии, я рад бы, что и зверь, но пускай коммунисты прекратят свою компанию. Мы налаживаем мир, а они все срывают. Лучше посадить в тюрьму десять тысяч, чем послать миллионы на убой. Они хотят превентивной войны, а я придумал превентивные аресты. Виар снял пенсне, вытер платком стекла и, глядя на тесса добрыми невидящими глазами, спросил, ты действительно веришь в мир? Как тебе сказать, есть шансы, что немцы полезут на восток. Тогда мы спасены лет на двадцать. Можно и просчитаться. Я люблю играть, но мы теперь не игроки. Мы карты, нас тасуют, сдают. Отвратительное ремесло. Я завидую безработным. Спят под мостом и ни о чем не думает. О, Гюст, мы не живем, у нас нет времени сосредоточиться. Когда умерла Амали, его голос дрогнул, он вспомнил две свечи лилии. Виар расчувствовался, он не любил таса, считал его дельцом. Теперь он увидел в нем близкого человека. Они выросли на тех же книгах, любили те же картины. И оба погубили себя зря, растратили душевный жар, прение, голосование, парламентская грубая стряпня. он подошел к таса и крепко пожал его руку. Я понимаю, я тоже очень одинок. Они забыли про вотум комиссии, про судьбу Франции. Два старика отдали своему личному горю. Виар жаловался. Когда-то были монастыри, затворялись, читали, думали о сущности мироздания, поливали цветы, а теперь нет даже убежища. Но таса уже успел отойти. К чему эти мрачные мысли? Он весело возразил. Не говори. Я позавчера был в Фолибержер. Все-таки герлс дивная находка. Конечно, нельзя к этому подходить как хореография, это не Павлова. Но когда они прыгают, я честное слово оживаю. Теса теперь опирался на правых. Он старался расположить к себе сурового Бретейля, но тот с каждым днем становился требовательней и настаивал на отставке Манделя. Бретейль заявил на банкете спортивных клубов. Увы, еврей Манделя до сих пор министр, он хочет нас поссорить с Германией. Теса поспешил высказать Манделю соболезнования, что вы хотите? Бретейль фанатик, у него восточный ум, недаром он уроженец Лотарингии, а мы картезианцы, нам это чуждо. Но Бретейлю Теса сказал, да-да, в вашем замечании насчет Манделя много правильного, Израиль остается чужеродным телом. Смущала Теса тень Гранделя, он повсюду бывал, очаровательно улыбался, пришепетывал, мой дорогой друг, и Теса спрашивал себя, может быть, он хочет и меня крутить? Грандель стал любимцем парижских салонов, он прочитал перед фешенебельной аудиторией амбассадер доклад германо-латинский мир в борьбе против большевизма, его снимали кинорепортеры, улыбаясь, он на ходу кидал «Украина стоит изучения, я вчера прочитал биографию Мазепы, интересно и поучительно». Теса не знал, кто это, Мазепа, но к каждому слову Гранделя он относился подозрительно, иногда он вспоминал письмо Кельмана, но чаще думал, Грандель метит в министры, надо с ним быть осторожней. А Бретель по-прежнему поддерживал Гранделя, никто не подозревал, что между ними пробежала кошка. Разговоры фуже теперь подхватил Дюкан, он повсюду кричал «Остерегайтесь, Гранделя!» Когда его спрашивали, имеется ли у него доказательство, он отвечал «Нет, но я это чувствую». С Бретелем Дюкан перестал здороваться, вышел из фрации, правые его травили, называли юродивым, реваншистом, национал-большевиком, но личная безупречность создала Дюкану репутацию честного патриота, и эту репутацию трудно было разбить. Многие друзья Бретеля продолжали встречаться с Дюканом. В некогда дисциплинированной партии начался разброд. Генерал Пикар потрясенный отзывом Дюкана пришел к Бретелю. «Для вас у меня нет тайн, но вот приходит Грандели и ставит вопросы, касающиеся нашего вооружения. Как я могу ему доверять?» Грандели работает со мной. «Да, но вы знаете, что про него говорят. Теперь не 36-й, во главе Франции не Блюм. Если начнется война, отвечать будем мы...» Бретель нервно теребил край скатерти. «Это сложная игра и опасная, не скрою. Мы не можем победить одни. Стоит нам уступить и снова народный фронт. Конечно, если бы я мог, я выбрал бы других союзников, как-никак я лотарингец, но выбора нет. Англичане это боги на Олимпе. Мы для них игральные жетоны. Заплатят нашим Тунисам или Индокитаем. И потом хорошо говорить о тройственном пакте, когда в парламенте один коммунист. Да-да, один. А у нас? Я стою на национальной точке зрения. Немцы хотят нас использовать, это понятно, но Франция единое тело, ее нельзя раздробить, зараза не коснулась костяка. Значит, произойдет обратное. Мы используем немцев, а не они нас. Вы меня понимаете? Угроза войны позволит нам освободиться от коммунистов. Побеждает тот, кто говорит народу мир, а воевать Гитлер не посмеет. Наша армия чего-нибудь достоит. Впрочем, вы это знаете лучше меня. Я ничего больше не знаю. Боюсь, что наша армия не выдержит удара. Дело даже не в вооружении, хотя и в этом мы опережены. Я видал нашего атташе, который был в Испании, он очень высокого мнения о немецкой авиации, но повторяю, дело не в этом. Надломлен дух. Офицеры не хотят воевать. И вряд ли захотят, даже если обстоятельства этого потребуют. «Вы рассчитываете отступать до такого-то предела, но я не знаю, сможем ли мы удержаться на рубеже. Армия нечто живое, это организм». Фикар волновался, для него армия была кровным делом, а Бретель изложив свой план успокоился. Он все сказал. Умолчал только о связи Гранделя с Кельманом, но это деталь, техника. Игра, конечно, опасная. Сколько раз Бретель колебался, поддерживала его вера в Бога, провидение. Он вспоминал о лотаринской пастушке, посланной Всевышним для спасения Франции. «Нет, Франция не погибнет». Вскоре после этого разговора Бретель потребовал от Теса опровержения. Слухи, порочащие Грандели, исходят от Дюкана. «Этот человек невменяемый, но неизменно повторяется твое имя. Опять та самая фальшивка. Ты должен положить предел». «Ты соуперся». «Я ничего не утверждаю, но и не намерен опровергать. Причем тут я?» «И потом, я не чувствую никаких симпатий к Гранделю. Скажу прямо, лично мне он не внушает доверия». «А ты думаешь, что Грандель мне нравится? Авантюрист, бабник, падок на деньги. Будь у меня дочь, я бы ее не выдал за Гранделя. Но перед нами вопрос политики, а не вкусов. Кто ведет кампанию против Гранделя? Фуже Дюкан. А за их спиной коммунисты. Они хотят воскресить народный фронт. Поскольку ты опровергнешь клевету, мы расстроим их планы». «Все это хорошо, но я далеко не убежден, что письмо фальшивка. Между нами я думаю, что Грандель замешан в грязную историю». «Может быть. Но разве у тебя есть доказательства? Нет. Вот видишь, значит отсечь его мы не можем. Остается рассматривать вопрос не в моральном, а в политическом разрезе. Если ты промолчишь, они тебя съедят. Вот последняя выходка Дюкана. Бретель показал Тесса письмо, которое Дюкан разослал некоторым правым депутатам. Он требовал обследования финансовых ресурсов не только Гранделя, но и всех замешанных в дело Кельмана, среди них Тесса. Тесса от негодования закашлялся. «Боже, какая низость!» После этого Бретель легко добился подписи Тесса под коротким но энергичным опровержением. Вечером у Полет Тесса раскис. Бретель меня прижал к стенке. Шантажист! Конечно, мы одержали еще одну победу, бюджетная комиссия хотела нас свалить, там засели приятелев уже, но я преподнес им сюрприз франко-немецкую декларацию. Они сразу притихли. «Ты видишь, сколько побед! Мюнхен, провал забастовки, миссия Берара, декларации! Как говорили в древности, еще одна такая победа, и все полетит к черту!» «Что полетит?» «Как что?» «Франция!» Полет не интересовалась политикой. В газетах читала только хронику убийств и романы с продолжением, но ее воспитали на культе Франции Жанна Д'Арк, Наполеон, Гюго, Варден. Она в ужасе смотрела на Теса. Он трясся от смеха. «Чего же ты смеешься?» Теса кротко ответил, «Это лучше, чем плакать. Я устал, я имею право на отдых». «Но ты не огорчайся, кошечка, я просто сострил. Франция не может погибнуть. Скорее погибнет мир». Желая повлиять на политику Даладье и Теса, испанское правительство отказалось от помощи интернациональных бригад. Батальон Парижской коммуны томился в крохотной каталонской деревушке недалеко от границы. По Франции бойцов не впускали. Крестьянки колотили на речке белье и собирали бледный зимний салат. Жизнь казалась мирной. Вдруг как столбы пыли перед грозой закружились беженцы. Бежали жители Барселоны. К городу подходили марокканцы. Крестьяне снимались с места. Некоторые гнали мулови коз, другие резали скот. Качались на вазах буфеты и курятники. Женщины несли узлы. Потом побежали солдаты. Валялись ящики с патронами, артиллеристы тащили орудия. Фашистская авиация бомбила дороги. В воронках прятались дети, прижимая к себе спасенные игрушки. Люди неслись к смутно голубым горам. Там начиналась Франция. Но Теса заявил журналистам, мы не можем впустить беженцев. Я не люблю шантажа, а господа коммунисты нас шантажируют состраданием. И граница была закрыта. Отдельные командиры еще пытались организовать сопротивление, подбадривали солдат, возвращались с границы престиженных дезертиров. Появились крохотные газеты с призывом к спокойствию и к мужеству. Министерство и генеральный штаб кочевали, каждый день переезжая из одной пограничной деревни в другую. В стараях и амбарах щелкали ундервуды, итальянские бомбардировщики бомбили последний город республики Фигерас, крошили его старые дома с балконами, уничтожали беженцев, а среди мусора и щебня валялись измученные люди. Последнее заседание кортесов состоялось в подземелье. Депутаты были в дорожной грязи, небритые, с глазами красными от бессонных ночей. Выступил Негрин. Он говорил о священной войне испанского народа, о варварстве Гитлера и Муссолини, о бездушии Франции, которая отказывается впустить раненых и женщин. Во время речи он несколько раз закрывал рукой лицо. Какой-то старичок послал лестницу, спускавшуюся в подвал ковриком. Все-таки кортесы, а вокруг горели подожженные бомбами села. Когда канонада дошла до деревни, где стояли французы, Мишо сказал, «Идут и еще как, не даваться же им живьем». «Встройся». Батальон выступил, помогли эвакуировать снаряжение, отбили танковую атаку. На час все ожили. Но война, дух Мадрида, Теруэля, Эбро поддерживал этих людей, в последние часы оборачивался призраком победы. А ночью подъехал автомобиль, кузов был прострелен. Бледный адъютант с рукой на перевязи закричал, «Завтра последние части должны перейти к границу». Мишо даже вскрикнул от злобы, для него битва только начиналась. Скрепя сердце, французы повернули на север. Пограничная полоса походила на табор. Две недели здесь кочевали беженцы, ожидая, когда откроют границу. Закалывали последних овец, жгли шкафы, архивы, тряпье, ящики, сундуки с бельем. Зачем люди притащили сюда этот скарб? Ночь была холодной, и возле костров грелись женщины. Кричали ослы, одиноко звенела труба. Военные сказали до ладье, что если испанцы будут вынуждены защищаться у самой границы, бои могут легко перенестись на французскую территорию, и до ладье приказал приоткрыть границу. В цепи жандармов и солдат, главным образом сенегальцев, фильтровали людей, обыскивали их, отбирали не только оружие, но скот, зачастую вещи. В Перпиньяне жандармы бойко торговали трофеями, револьверами, пишущими машинками, часами. Батальон парижской коммуны не походил на разбитую часть. Солдаты отбивали шаг, шли с винтовками, несли знамя. Только лица выдавали горечь поражения. Не так они думали вернуться домой. Это походило на изгнание, и многие, глядя в последний раз на испанскую землю, изрытую бомбами, покрытую брошенным оружием и пожитками, едва сдерживали слезы. Сенегальцы преграждали дорогу, они что-то кричали, и французы не понимали слов. Мишо скомандовал батальон Парижская коммуна, салютовал выцветшему на солнце, полинявшему под дождями старому знамени. Стоявшие в стороне солдаты французского линейного полка смутились, а сенегальцы добродушно скалили чересчур белые зубы. Жандарм сорвал с приятеля Мишо пулеметчика Жюля повязку. Может быть, ты золото припрятал? Увидев свежую рану, жандарм выругался. Французов погнали в лагерь. Потом разберут. Вы дезертиры? Вместе с ними гнали других. Испанцев и шведов, англичан и сербов, женщин с грудными детьми, профессоров Барселонского университета, деревенскую детвору, поэтов, пастухов, тяжелораненых. Сенегальцы били прикладами отстававших. А за колючей проволокой люди кишели, как овцы в загоне. Холодный норд кидал в лицо песок. К ночи пошел дождь. Некуда было укрыться. Сказали, что привезут хлеб. Не привезли. Щерилось море, лагерь был на самом берегу. Вдалеке раздавались одинокие выстрелы. Из Парижа приехал друг Тесса, депутат Перу. Весь день в доме таможни он поджидал испанских фашистов. И, увидев в бинокль красно-желотый флаг, просиял. Четверть часа спустя он протянул испанскому генералу свою визитную карточку. «Поздравляю вас с блестящей победой!» генерал снисходительно улыбнулся. Шли дни. Заключенных мучил голод. Вода в мелком колодце пахла мочой. Приезжали туристы, на испанцев глазели, как на зверей в зверинцы. Каждую ночь вытаскивали трупы умерших от дизентерии или от простуды. Перпиньян был веселым ленивым городом. Там ели миндальную халву, пили крепкое вино рансио, слушали на площадях военную музыку, с восторгом голосовали за народный фронт. Теперь в Перпиньяне шла охота на людей, полицейские искали испанцев, школы были превращены в тюрьмы, напрасно испанки, привыкшие ходить простоволосами, на последние гроши покупали крохотные, модные в ту зиму шляпки, их выдавали заплаканные глаза. Многие французы прятали испанцев на чердаках, в винных погребах, в морских купальнях, в пастушеских хижинах. Тысячи самоотверженных людей уходили ночью на перевалы и проводили беженцев никому неведомыми тропинками. Это был грустный вечер. Жандарм ударил по лицу молоденького испанца. Тот не вытерпел и повесился. Все пали духом, а паек снова уменьшили. Пятьдесят граммов хлеба. Мишо отдал свою долю испанцу Фернандесу, учителю рисования, который до разгрома командовал саперным батальоном. Мишо говорил позор, тебе лучше, ты за это не отвечаешь, а я все-таки француз. Фернандес наивно ответил я никогда не был за границей, это в первый раз. Мне обидно, что ты не видишь других людей, товарищей. Я тебе правду говорю, есть другие французы, но где они и сколько их? Когда-то Франция была другой, наш батальон назвали Парижская коммуна, хорошее имя, они ведь не назовут своих дивизий мюнхенскими. Знаешь, в чем наша беда? У нас люди хорошо живут, войну 14-го все забыли, говорят, стряслась беда больше не повторится, мы умные, как будто ум может спасти от несчастья. А живут хорошо, хорошо едят, девушки красивые, море, горы, повсюду садики, кафе, ни жарко, ни холодно. Вот и начали не только не бояться горя, презирать горе. 20 лет тому назад презирали русских, я ребенком был, но помню, смеялись, хотели переделать мир, а у самих нет ни штанов, не хлеба, теперь презирают испанцев, говорили о достоинстве, не хотят жить на коленях, а пришлось просить у нас убежище. Подлая философия, и не видят они опасности, не ценят простых чувств, дружбы, верности. Кажется, только горе спасет Францию, большое человеческое горе. Над ними были тысячи звезд, а море грозилось, наступало время мартовских бурь. Жолео, взглянув на фотографию, усмехнулся. Молодая актриса снялась противогази. Большое декольте позволяло оценить ее женские достоинства, но лицо в маске походило на свиное рыло, и Жолео сказал секретарю. «Звезда хрю-хрю! Поставьте в номер. Кстати, сегодня Мардегра». Когда-то Мардегра, масленица, была праздником. Жолео помнил толпы на бульварах, белые балахоны пьеро и трико орликинов, болеро, косички, маски черного бархата, обшитые кружевом, пестрые конфетти. Потом карнавал зачах. Все же в Мардегра устраивали маскарады. В кафе врывалась банда ряженых. Ребята разгуливали по улицам в масках, приставленными носами и прицепленными бородами. А сегодня маска хрю-хрю? Жолео громко вздохнул. Он все делал патетично, а когда над ним посмеивались, отвечал, «В Париже люди рассуждают, в Марселе чувствуют». Дела Жолео шли прекрасно. Он получал большие суммы из секретных фондов правительства. Он завалил жену подарками, ожерелье из сапфиров, шкатулка, по словам эксперта, принадлежавшей госпоже Рекамье, скотч-терьер, получивший первый приз на выставке в Лондоне. Жолео кормил целый свор дармоедов, безработных журналистов, марсельских поэтов, томных шулеров, почему-то называвших себя анархистами. Никто теперь не посмел бы привлечь Жолео к ответственности за дефамацию. Депутаты перед ним заискивали. Он обедал с послами и пренебрежительно говорил секретарю, «А Румынии не звука, венгры симпатичней, да и натура у них шире». Несмотря на успех, он состарился, потускнел, не украшала его даже новая булавка изумрудной попугай с рубиновым глазом. Жолео измучило чересчур сложная игра его покровителей, он говорил себе, «Я сам не понимаю, что пишу». Тесса говорил ему, «Дайте статью о слабости Красной Армии, сошлитесь на отзыв итальянского Аташе». Два дня спустя Тесса требовал, «Подчеркните, что военные ресурсы России неисчерпаемы». Сегодня утром его снова вызвал Тесса. Международное положение обостряется. Это мартовские иды. Нам важно сохранить коммуникации с колониями, а центральная и восточная Европа — чужой огород. Жолео начал статью, как это прекрасно выразил господин Марсель Д.А. «Мы не хотим умирать за Данцик». Что дальше? Жолео вдруг оживился, прищурил правый глаз и приписал «Мы не хотим умирать за Варшаву, за Белград, за Бухарест». Он откинулся в утомлении. «Главное хорошо подать. Надо пустить крупным шрифтом слово «Умирать», а под статьей фото «Хрю-хрю». Завтракал Жолео с редактором «Ла Републик» Жизье. Тот ел блинчики, облитые мороскином, и, набив щеки, весело приговаривал. Ужасная ерунда. Чемберлен будто бы предложил итальянцам Тунис, а Бонево пит отдадим им лучше Мальту. Бордель! Даладем мне вчера сказал ни слова о коллективной безопасности. Завтра пускаем передовую о еврейском засилье. Написал, кстати, еврей. Я тебе говорю Бордель! Выпили арманьяк. Жизье спешил, а Жолео пошел пешком. Хотел проветриться. Этот Жизье каналье и дурак. Причем тут Мальта? Разве Мальта в Африке? Он шел по проспекту Ваграм к площади Туаль. Погода то и дело менялась. Стоило показаться солнцу, как все оживало, выступали почки на каштанах. Женщины хорошели. Потом холодный ветер наметал низкие тучи, и дождь был по-зимнему скучным. Дойдя до площади, Жолео остановился. Могила неизвестного солдата. Как всегда, бледный огонь, венки, провинциалы. А над могилой арка. Это место волновало Жолео. Иногда он снимал шляпу, иногда насвистывал Марсельезу. Как большинство людей его поколения, Жолео считал годы войны годами молодости и душевной чистоты. Он вспоминал с умилением даже брань сержанта, койку, на которой провалялся два месяца, болея тифом, тошноту и озноб перед атакой, когда солдатам варили кофе с ромом, и они жадно сжимали горячую жесть кружки. Он помнил всех товарищей, и коротышко Дорние, и близорукова Деваля, и весельчака Клемана. Беднягу убили. Кто похоронен под этой аркой? Может быть, Клеман? Почему бы нет? И Клеману подносят цветы, ему салютуют генералы, послы, тесса. Бедный Клеман, он здорово играл на гребенке. И хотел жениться на какой-то девчонке из Марселя. Жиле вспомнил, мы не хотим умирать за Данцик. А за что умер Клеман? Прежде говорили за Францию, девчонка из Марселя, наверное, вышла за другого, могла и умереть. Четверть века прошло, вот сколько. В редакции царила привычная суматоха. Жиле обрадовался, он устал от размышлений. Из министерства прислали статью «Италия плод латинской культуры на Ближнем Востоке». Хрю-хрю гримасничала на первой полосе. Под окном продавцы гнусава завывали «Пятое издание! Мы не хотим умирать!» Кончив работу, Жиле пошел в кабаре. Давно приглашали, упрашивали. Молодой, сильно нарумянинный куплетист пел «Прожить бы только до завтра и что впереди наплевать». Публика подхватывала припев «Наплевать!» Потом другой актер вспомнил, что сегодня Мордегра вышел на сцену в маске. Маска была белая, с острым клювом и черными дырами для глаз. Кто-то в зале сказал «Это смерть! Глупости! Это теса! Видишь его нос!» Жиле наскучил глупая программа и он поехал домой. Жена сидела в столовой над газетой. Она никогда не расспрашивала Жиле о его делах. Занята была своим портные, распродажи, моды. Но за последнее время она часто растерянно думала «Господи, что же они пишут?» Она осмелилась сказать «Я не понимаю». Жиле развел руками «Ты думаешь, я понимаю?» «Ведут игру?» «А может быть и не ведут, только делает вид?» «Я прежде восхищался, но и хитрые, а теперь не знаю, может быть они просто очумели от страха?» Жена не сводила с него глаз. Она спросила шепотом «Скажи, ты у немцев ничего не берешь?» «Я боюсь, ведь за это могут расстрелять». Жиле завопил «Ты с ума сошла? Как ты могла такое подумать? Кто мне дает? Наши французы правительства?» И вдруг он пробормотал. Жена так и не поняла, к чему это. «Умереть за Париж, бедный клеман!» «Как вы поживаете?» «Спасибо, а вы?» Не дослушав десер, пошел дальше. И вдруг подумал, что если бы каждый отвечал всерьез? Нескончаемые исповеди. Горе, страхи, но это формула, как речи тесса, как молитвы в церкви, как клятва влюбленных. Вероятно, в этом спасение, если все обнажить, не выдержат и дня. Никто не догадывался о закате десера. Дела его шли хорошо, по-прежнему Чикаго и Ливерпуль ждали его приказов. Размолка с Даладье выступления десера перед забастовкой остались случайными эпизодами. Монтиньи считал, что десер оригинальничает, а тесса восторженно мотал головой, ну и хитрее, этот обойдет всех, у человека дьявольский глаз. А десер ничего не видел, он продолжал игру, напротив у него было пустое место, он играл с болваном. События теперь казались ему стихийными, он читал по ночам длиннейшую историю гибели Византии, читал и смеялся, все решительно, все понимали, в чем дело, и никто не мог предотвратить катастрофу. Конечно, Мюнхен был единственным выходом, конечно, надо во что бы то ни стало договориться, но как, и с кем, с ураганом, чудеса, чудеса. До 50 лет он не хворал, много пил, курил без остановки, не досыпал, все сказалось сразу. Он был мнителен, внимательно выслушивал докторов, но предписаний не выполнял. Жил, как прежде, беспорядочно и утомительно. Даже стал пить больше прежнего, боялся смерти, ночи отъезжал в гоночной машине на несколько сот километров от Парижа и, остановившись у какого-нибудь маленького кафе, пил с железнодорожными рабочими белое вино и переговаривал, но и погодка. Спасало его, как многих других, инерция мыслей, душевных реакций, поступков. Он продолжал заниматься финансовыми операциями, открыл два новых завода, принимал участие в переговорах с Римом. Делал он это без страсти, но все же, работая, оживлялся. Азарт или его видимость, так легче было не думать ни о распаде Византии, ни о грудной жабе, ни об одиночестве. Он и к Жанет пошел, надеясь найти у нее забытье. Не признался, что полюбил эту взбалмошную и чужую ему женщину. Но после вечеров, проведенных с ней, он чувствовал себя еще сиротливее. Все не то, говорил он себе, возвращаясь домой. Отчего хотел, не знал. Они часто встречались, заходили в небольшие кафе на окраинах. Иногда он ее возил по мокрым пустым дорогам. Гнал 140 в час, заражал своим беспокойством, потом отвозил ее и, прощаясь, церемонно целовал руку. Хорошо, когда ждала досадные телеграммы или накопившиеся срочные дела не отпускали от стола. Можно было не думать о Жанет, ведь и чувства оказались стихией, против которой нельзя было бороться выкладками или расчетом. Десер заехал за Жанет в студию. Никогда он не слышал, как она выступает. Ему казалось, это не скромным. Не станет же она расспрашивать его обижа. Его попросили подождать, провели в пустую комнату с тяжелыми красными шторами. Он услышал голос Жанет. Она читала стихи. Кажется, он когда-то видел их в школьной хрестоматии. «Признает даже смерть твои владения, любви не выдержит земля, увидим вместе мы корабль забвения и елисейские поля». Дальше он не слышал. Грусть, как густой туман, окутала его. «Пришла Жанет. Вы хорошо читали». Она усмехнулась. «Это реклама. Краска для ресниц». Они вышли. Накрапывал дождик. Она спросила, что слышно насчет войны. Помнила разговоры в студии. ДСР, наверное, знает. Он ответил, «Я не Оракул». Рядом шла женщина в старомодной порванной накидке, несла множество пакетов, кульков и сама с собой разговаривала. «Я ему пальчиком в горло. Вот пассаж». ДСР шепнул сумасшедшее. Им стало не по себе. Они побежали к машине. ДСР не сразу пустил в мотор. Сидел одуревший. Потом понеслись. Сквозь слезившиеся стекла мелькали огни, зеленые и красные. Фары впивались в темноту, вырывая из ночи обрызганные дождем деревья. ДСР привез Жанет в свой загородный дом. Не спросил ее, хочет ли она. Молчал. Принес бутылку коньяку. «Согрейтесь. Вы хорошо читали. Вам нужно на сцену. Помните, вы говорили, что у вашего режиссера нет денег? Это пустяки». Она покачала головой. «Нет, я теперь не смогу сыграть. Когда говоришь, нужно верить каждому слову. Если нет, и зрители не верят. Тогда в зале тихо, но кажется, что голос пропадает. Вы не понимаете. Я пропала. Когда-то я верила. Я тогда жила с одним актером. Он спал, а я лежала рядом и повторяла монологи Федры. Она вышла в сад. Пахла землей, гнилыми листьями. Весна шла поспешно, задыхаясь, и стук капель казался ее лихорадочными шагами. Жанет жадно дышала. Дессер кричал, «Простудитесь!» Она не откликалась. На несколько минут большое счастье дошло до нее, и снова, как во флери, она поверила вымыслу. Вернулась в комнату, улыбаясь, посмотрела на Дессера своими испуганными глазами. Он смутился, а она говорила, «Нет, не простужусь. Я пропала, Дессер?» «Пропала?» Она начала его целовать, печально, отрывисто, сама не понимая, зачем. Она и потом не могла понять, зачем сошлась с Дессером. Сулило ей это только горе и обиды. Но в ту ночь, прислушиваясь к шуму дождя, она повторяла, «В краю, где вечны золотые весны, где сердца не томят труды, где вскормленной природой плодоносной свисают пышные плоды, на берегу, то нежесть, то играя, срывая мир-то вечный цвет, мы не забудем и под кущей рая любви возвышенный обед». Он вдруг спросил, «Жанет, почему грусть?» «Это не грусть. Грусть там, в Лери, наше дерево, или в стихах. А это отчаяние, помните сумасшедчую. И вы пропали, Дессер. Я теперь это знаю». Говорила и целовала. Они вернулись в Париж утром. Жанет терзалась. Зачем это? О Дессере думает и силен. В газетах его называют некоронованным королем. А он нищий. У него ничего за душой. И пришел к ней. Разве это не смешно искать у нее спасение? Она его пожалела за ребячливость. Да и он ее жалеет. Только из жалости не выкроить любви. Стихи? Реклама для крема, для пылесосов, для забытья. Актрисой она не будет. Поставим крест. И замуж за него не выйдет. Когда он ей предложил, она рассмеялась. Стать не коронованной королевой? Нет. Хорошо, что у него свое дело. Вот и сейчас спешит на работу, как рабочий. Сядет, будет считать миллионы. Почему он не видит, что и она нищая? Ее обобрали. Она что-то давала сиже, люсьена, а теперь она пустышка. Вчера не она говорила. Дождь, рансар. Только с Андре она была естественной. Не лукавила, не жалела. Андре живет, как она нарочно. Не то слово. Он сказал, перекати поле. Только катятся они в разные стороны. Наверное, таких много. Где-то она прочитала «Отравленные искусством». Но почему она думает только об Андре? Да просто она его любит. Впервые Жанет сказала себе это. И тотчас обратилась к десеру. «Я люблю другого. Это ничего не меняет. Я его не вижу, да и не увижу никогда. Но я хочу, чтобы вы это знали». Сказала Суха почти официально. Он остановил машину и поцеловал руку Жанет. «Вы меня тронули. Очень тронули. Жаль, что вы не хотите на сцену. Но и это не важно». Он довез ее до дому. Простились. Потом условились вечером встретиться. Все сразу стало понятным, даже будничным. Связь. Десер взял телеграмму. Германские войска в Праге. Он вдруг стал смеяться, громко, долго, задыхаясь. Потом вынул из книжного шкафа «Бутылку». «К чему теперь слушаться доктора? Через год конец. А Жанет? Что же, она любит другого. Добрая женщина, но страшная. Глаза, как у той сумасшедшей. А это правда. Они вместе увидят корабль безогвенья». «Я там тебя часто видел. Горы красные и не кустика. А воздух как будто густой, так жарко. И вдруг ты рядом. Чувствовал, обнимаю. Ах, Денис, почему об этом нельзя рассказать? Я говорю про любовь. Разве ты поймешь?» Она не ответила, только еще сильнее целовала. «Я думал, прежде, что страшно умереть. Так все говорят. Нет, очень просто. И как тебе это сказать? Торжественно, как сейчас. Все, что тогда, непонятно. Но не страшно. Страшно другое. Разгром. Нехорошо, мутно. Говорить ни с кем не хочется. А смерть — это свое. Это внутри. В тюрьме я лежала ночью и слышала, стреляет. Но я знала, что тебя не убьют. Это глупо звучит, но знала. Не могли убить. Я все время была с тобой. Денис. Что? Ничего. На стенах обои рыжие астры. Они цветут уже сто лет и еще не отцвели. Почему на стене портрет усатого маршала? А на камине копилка карлик в красном колпачке. Случайная комната, случайные вещи. Другие могли бы здесь прожить всю жизнь, а для них это привал. На час, на неделю, все равно. Но астры не посмеют отсвести. Маршалу неловко, да и завидно. Кусает седые усы. Учебники забыты. Кого он побеждал, зачем? Карлик пустой. В его фарфоровом тельце несу. Если его щелкнуть по носу, он не обидится. Может быть, оно вспомнит этого карлика в тюрьме? Там белые скучные стены. Смотришь на трещины, и кажется, дерево, облака, лицо викинга. А Мишо вдруг в окопе увидит рыжая астра. Потянется, чтобы сорвать и пуля. Но пуля обязательно пролетит мимо. Мишо, ты здесь? Она чувствует на щеке его дыхание. Хочет услышать голос, проводит руками по жестким волосам, по лбу. Все время ищет подтверждение, что они вместе. И вот они закружились по комнате, как расшалившиеся дети. Мишо, ты сошел с ума, что подумает внизу, и как ты на улицу выйдешь? Смотри, вот зеркало. Он послушно смотрит. Ну? А глаза не видишь? Сумасшедший. Ему надо идти. Заседание назначил на девять. Он нахмурился, ищет мысли, слова. Партия окрепла. Отпали только любители легкого успеха. Зато много новых. Я понимаю, почему Виар пишет о смерти. У них пустота. А над правительством все смеются. Сегодня в автобусе один кричал «Эх, предатель ты, доладье! Мы их расколотим еще как!» «Мишо, это ты? Скажи, что ты!» «Люк, Мишо, подтверждаю. Ты знаешь, где я узнал, что тебя схватили? В Перпиньяне. Ты уже тогда была на свободе, но этого я не знал. Еле сдержался, хотелось трахнуть какого-нибудь шпика. Я тобой очень гордился. Хорошие у нас люди. Торрес считает, что они хотят распустить партию, линия ТСА, но у нас все готово, чтобы перейти в подполье. Костяк крепкий, главное не растерять связи. Меня посылает в Сент-Этьен, надо там все наладить. Когда ты едешь? Еще не знаю, может быть завтра или в субботу». Он надел пальто, кепку, стал городским озабоченным. Только глаза еще говорили о счастье. она вышла с ним. Спустились метро, толчия, длинные смутные переходы, люди бегут, дышать нечем, горячая сырость, и гремят, пролетая поезда. А на израстах огромные гуси в дамских чепчиках, в ермолках, в фесках, наилучший гусиный паштет. Значит, завтра они снова расстанутся. Сейчас нельзя говорить кругом люди ни о любви, ни о подполье. Все тайно. И Денис горда, отвагой Мишо, боями, которые впереди, любовью. Мишо все же не вытерпел, шепнул, и еще как, да, и еще как, это будет их паролем. Они простились. Мишо поехал дальше, еще один красный огонек затонул в темноте, а она побежала по коридорам вниз, наверх, снова вниз. Подземные ходы были сложными, извилистыми. Суета, шум, равнодушие. Денис подумала, одну разлуку мы выдержали. Насколько впереди. Страшно прожить жизнь в ожидании. Потом скажет, будьте счастливы, но поздно. Нет, все это не так. Они хотели. Нужно только хотеть, сильно хотеть, тогда все сбудется. Встреча, революция, счастье, а Денис хочет. Она остановилась на платформе среди людей, автоматов, реклам, шепчет еще как. Мишо, Мишо. Порядок в мастерской Андре непривычный порядок. Выкинуты пустые бутылки. Престыженные попрятались в шкаф старой ботинки. Холсты чинно прижались к стенам. Большой стол пуст, на нем только учебник астрономии и открытка с видом Рюгина. Дюны, летучие горы. Открытку прислал немец, тот самый, что рассмешил Андре, любит пейзажи и изучает рыб. Ихтеолог написал одно слово «Привет». Но Андре сразу вспомнил ночную встречу в курящей собаке. Немец говорил «Хорошо, что поглядел Париж, пока Париж еще на месте». Больше двух лет прошло, и Париж на месте. Только с Андре что-то приключилось. Интересно, может ли немец теперь сидеть над своими рыбами? Впрочем, они двужильные. А вот Андре забросил живопись. Мастерской не пахнет скипидаром. Палитра на полке рядом с заржалевшим чайником. И порядок удивляет хозяина. Он осторожно ходит по мастерской как гость. Консьержка та ахнула. «Вы уезжаете?» Нет, он никуда не уезжает. Говорят, что люди прибирают свой дом, чувствуя приближение смерти. Но он здоров, отчаянно, неприлично здоров, ест за троих, бродит весь день. Стоит лечь, засыпает. Какое же колесо зацепилось? Лето он просидел в городе. Люди причитали, будет война, но все же разъехались на каникулы, как прошлым летом. Андре надоело все. Ожидание, газетная шумиха, споры, предсмертное томление стало бытом. Жизнь развалилась, и жизнь все же продолжается. Недавно прислали приглашение скоро осенний салон. Чудаки. Пьер, промаявшись полгода, поступил на фабрику автоматических ручек. Он как-то пришел к Андре, говорил, надо быть стойким, и грустно озирался по сторонам. А руки у него дрожали, как у старика. Андре встретил на бульварах Люсьена. Тот кричал, что повсюду предатели, что жить стоит только в свое удовольствие. А когда Андре сказал, значит, ты хорошо живешь, Люсьен выругался в нужнике. И снова тревога. Газеты полны сенсационными заголовками. Теперь не судеты, Данцик. Андре не читает газет, редко слушает радио, иногда вспоминает Жанет. Но это было давно. В другой жизни, в один из дождливых вечеров, глядя на фиолетовый город, Андре слушал, стихи перемежались названием фирм. Жанет звала, прильни ко мне, я клятвы не нарушу, поверить в счастье мне позволь, вдохни в меня твою живую душу и успокой былую боль. Он судорожно улыбнулся. Краска для ресниц, хорошая краска, которая позволяет красоткам плакать. Все нарушили клятву, и он, и Жанет, и мир, а живой души нет. Как дела? спрашивает машинально Жозефина, красная от кухонного жара. Помаленьку отвечает антиквар Бло. Улица Шарш-Меди живет. Что же делать, старая улица? Вот только сапожник, тот, что пел про шельму любовь, умер от воспаления почек. Новому лет тридцать, у него красавица-жена, двое детей, тоже весельчак, говорит заказчикам, этих подметок вы не сносите до самой войны. В курящей собаке старенький Фокс продолжает служить с мундштуком зубах. Андре ему как-то сказал, ты, брат, чересчур похож на Тордее, боюсь, как бы ты не заговорил о Данциге. В то лето все женщины вязали, говорили, что это успокаивает нервы. Андре купил у букиниста на набережной старый учебник астрономии, вязать он не умел. И звезды стали для него твердой землей, а земля ходила под ногами. Часами он просиживал над книгой, прочитает несколько строк и задумается. Цифры, таблицы, имена все его успокаивало. В Никее за два века до нашей эры гепарх измерял расстояние между землей и солнцем, а ведь и тогда рассыпались царства. Люди лепили богов и жгли отступников, умирали солдаты, звенела медь. Гепарх составлял каталог звезд. В другой раз Андре позавидовал судьбе Гершеля. Сын бедного музыканта в осеннее равноденствие взглянул на небо. Он сам шлифовал стекла, у него не было денег на телескоп. Он открыл планету Уран, как открывает девушка в окошке напротив. Над Европой бушевала революция, Наполеон грозился завоевать остров. Пит, как паук, плел коалиции, а Гершель описывал переменные звезды и туманности. Андре подходит к окну. Ревут газетчики, надежды на посредничество Рима, отголоски московского пакта, Данциг, Данциг. И Андре возвращается к любимой книге. В Данциге когда-то жил Гевелий. Он был занят топографией Луны, писал, писал, и вдруг пожар. Сгорели все записи, все чертежи. Гевелий тогда был стариком. Что же, он снова сел за работу. А я, говорит себе Андре, предал краски, изменил кистям. Наверное, есть и в Париже астрономы. Они продолжают работать. Может быть, и работает старый физик, которого Андре видел в Доме культуры. Врачи борются с раком. Отец Андре собирает первые яблоки, бледные, восковые. Уехать к отцу? Нет, от этого не уедешь. Андре перекати поле. И в тоске он идет на угол, пьет устойкий едкий кальвадос. Еще раз пересекает смутный город, окутанный белым дымом зноя. Был горячий день, с утра собиралась гроза, но тучи разошлись, а воздух не освежился. Весь день Андре просидел в накаленной мастерской. Внизу упаковывались, забивали ящики, тук-тук отдавалось виски Андре. Под вечер он решил пойти в курящую собаку. Только спирт может смягчить эту тупую боль. Выйдя на улицу, он сразу понял, что случилась беда. Цветочница над ворохом помятых роз плакала убьют, убьют. Хозяин кафе налил кальвадоса Андрей себе чокнулся. За ваше. Вот вам и война. Дождались, чтобы они сдохли. Кругом спорили, это еще не война, это только мобилизация. Нет, теперь война. Не выкрутится, проклятый Гитлер. Ничего, сговорятся. Рабочий в кепке дал Фоксу сахару. Ну, послужи на прощание. Почему они прошлой осенью сговорились? Очень просто, боялись, не хотели идти вместе с русскими. А теперь дело другое, теперь они вояки. В душе они за Гитлера, предадут они нас, это дело ясное, а умирать кому? Нам? Служи, миляга, служи. Я тоже солдат второго ранга. Сапожник повесил на двери ловчонки листок, закрыто по случаю ежегодной мобилизации. Не верил, что будет война, ворчал, придумали, у меня срочные заказы. Цветочница продолжала плакать. Снова люди с чемоданами, с мешками, темнота, синие огоньки. Прощай, гершель и туманности. Равнодушно Андре положил в чересчур просторный чемодан, рубашки, мыло. Он лениво подумал, как тогда или вправду воевать. Не додумал, стало скучно. Завтра он должен выехать в туль, это твердо. Не все ли равно, что будет потом? Жизни не будет. Ни песен, ни криков, никто не клянется, не твердит о ненависти, не бредит победой. Суета да плачет цветочницы. Сквозь листву каштана прорвался слабый огонек. Жанет, вот его звезда, но он не открыл ее. Не занес на карту. Она промелькнула. Где она, не звезда, а живая женщина с узкими горячими руками и с несчастной судьбой? Наверное, плачет, как цветочница. На бульваре одиноко выла труба, а сапожник, подвыпив, выкрикивал «Раз-два направо! В могилу!» Редактор субтитров